Итак, все на месте. Мы продолжаем наше мероприятие. И я передаю слово еще одному нашему проектному менеджеру, который отвечает за тематику возобновляемых источников энергии. Это Юрий Сибирский. Коллеги, добрый день. Я приглашаю на сцену компанию Сибсервис. Коллеги, Сибсервис. И готовится компания Дейлер. Первые два проекта у нас не совсем про электроэнергетику на основе возобновляемых источников энергии. Тем не менее, проект интересный, предлагаю заслушать. Сейчас. Большая зеленая папка, там будет где-то для голосования, потому что на жюри не хватает. Возьми, надейте на жюри, а дай ему. Там, на стойке. Алексей, вы готовы? Все, время пошло. А можете в микрофон говорить, Алексей? Тут испытания ходовых характеристик. То, что нас критиковали, что он только по асфальту, то есть можно съезжать с бордюров, по неровностям ездить. Он хорошо набирает скорость. Это аналог Сигвейя, только лучшая, наша российская разработка. Более компактная, простая. То есть мы добились веса 19 килограмм, почти в два раза легче. По цене тоже в пять раз дешевле. Он легко складывается, переносит, собирается. Показаться он, в принципе, очень маневренный, то есть очень легко перемещаться. Уметь ничего не нужно. Наш дефис – это управлять на левой. То есть все выполняет компьютер. Тут, в принципе, праворукий человек может левой рукой спокойно им управлять. Скорость набирает до 20 километров в час. Аккумулятора хватает на час езды 20 километров. В принципе, вот я сюда добирался, на метро. Дойти, доехать, в принципе, это легко. Вес 19 килограмм. Забраться, поднять по ступенькам – это не проблема абсолютно. Переносится как чемодан, то есть за ручку впереди. Аккумуляторы у нас кассетные. Сбоку расположены. То есть он отстегивается, можно заряжать. Ну, не обязательно ждать 6-8 часов, как он, например, у Сигвэя. То есть замена считанной секунды. Плюс можно подключить еще один аккумулятор, это еще 20 километров. То есть еще наше преимущество. Основное преимущество – это расположение ручки. То есть ручка расположена со стороны. То есть человек может легко, в случае необходимости, легко сойти с него вперед. Примерно у Сигвэя нет, это будет падение. То есть либо вперед, либо назад. То есть это очень удобно. Кроме того, у меня свободна одна рука, я могу приводить чемодан, там, ну, все что угодно. То есть это тоже немаловажно. Презентация, наверное, не та. Ну, в принципе, старая наша. Ну, что решение? Это безвредных выбросов, надежные компактные конструкции, с интерактивным сервисом, с высоким КПД. КПД около 84%. Можно следующий слайд? Характеристики. Ну, мы практически не уступаем Сигвэе, то есть мы только уступаем по мощности двигателя. В принципе, они не нужны такие мощные, потому что, ну, на подъеме, на большом, они просто сожгут весь аккумулятор, нежели можно просто сойти и вместе с собой прокатить. То есть никакой проблемой подняться на большую горку. Так он преодолевает горку около 10 градусов. А следующий, это наша разработка. Нами разработана сама конструкция, сам блок управления. Она находится под платформой, то есть которая продает команды на мотор-колеса и питается от литий-ионного кассетного аккумулятора. Наши конкуренты — это Сигвэе, китайские копии и разнообразные модификации. То есть мы, получается, дешевле даже китайской разработки. Вот китайская разработка Юг, которая продается в России, стоит около 100 тысяч, там 98 или 89, не помню точно. Наша разработка будет стоить около 60 тысяч, ну, а Сигвэе там около 325 тысяч. 30 секунд. Следующий слайд. Рынок в основном — это парки отдыха, курортные зоны, производственные предприятия, перемещение между цехами, торгово-раслыхательные центры и индивидуальное использование, небольшой процент. Следующий слайд. Продажи, в основном, конечно, лицезии, мы думаем. Мы, конечно, собираем сейчас деньги на выпуск. Это у нас сейчас пока создан опытный образец. Нам нужно 10 миллионов, чтобы запустить производство 50 машин в месяц. Следующий слайд. Время. Все. Коллеги, ваши вопросы? Вопросы о членах жюри. Скажите, пожалуйста, я правильно услышал, что вы на нем по ступенькам можете ездить? Мы спрыгали с небольшим, ну, с измеримым, конечно, с отменным коррекцией. Микрофон, микрофон. С этой не можете. Не, не, ну, микрофон, пожалуйста. Слишком почти с колесо. Это нереально просто. И по стоимости еще раз. Вот просто не совсем было. Быстро прошел слайд. То есть сколько будет стоить это решение? Планируем 60 тысяч выходить. То есть, конечно, у нас будет цена дифференцированная. То есть мы планируем от 1000 до 2000 долларов продавать. То есть мы при запуске производства 10% будем продавать по себестоимости тем, кто не может себе позволить. 30% будем продавать по цене 1500 – это для физлиц. И 2000 – это для юрлиц. Следующий вопрос. Скажите, на спусках предусмотрена функция подзарядки, говорят? Да, рекуперация есть. То есть ускорение торможения вырабатывается при спуске. Коллеги, если вопросов больше нет, голосуем. И я приглашаю… Спасибо большое за выступление интересное. Я приглашаю компанию Дейлер. Компания Динитекс готовится. Добрый день. Я представляю компанию Дейлер Байк, создающую электромотоциклы для города и занятий спортом. Посмотрите на этого юного спортсмена. Он готовится принять участие в соревнованиях на нашем прототипе. В мае этого года наш мотоцикл показал результаты, превосходящие бензиновые аналоги. Мы создали уникальную систему электропривода с малой массой и габаритами. Добились высочайших показателей мощности и пробега на одной зарядке. К созданию продукта нас подтолкнули множественные недостатки, присущие двухколесному транспорту. Дорогой, шумный, сложный в управлении и ненадежный транспорт, который раздражает окружающих. Мы проектировали свои модели для бескомпромиссного устранения недостатков. Создали мощный, надежный, экономичный и легкий в управлении мотоцикл. Стоимость поездки на нем в 12 раз ниже, чем на бензиновом аналоге. Мощность в 5 раз выше близких по цене электрических аналогов. Пробег на одной зарядке в 4 раза выше. Эти параметры формируют революционный продукт. На сегодняшний день объем мирового рынка двухколесного транспорта составляет 90 миллиардов долларов. Текущий спрос на продукцию с электродвигателем относительно небольшой и составляет 2,5 миллиарда долларов. Но мы ожидаем, что к 2020 году спрос в нашем сегменте вырастет до 13,5 миллиардов долларов. И каждый седьмой покупатель будет делать выбор в пользу электричества транспортного средства. К настоящему моменту несколько компаний в США и Европе представили электромотоциклы. Тщательно изучив их характеристики, мы можем с уверенностью сказать о своем превосходстве. Наши мотоциклы дешевле, заметно легче и динамичнее. При этом имеют больший запас хода на одной зарядке. Именно этот параметр до сих пор сдерживает развитие электротранспорта. Эти преимущества позволяют нам прогнозировать успех продукта на рынке. Как мы добились таких преимуществ? Наша команда разработала три уникальных компонента. Это трехфазный асинхронный двигатель, который в два раза легче и компактнее аналогов. Инверторный блок питания с функцией рекуперации, не имеющий аналогов по компоновке и функциональным возможностям. И модульную аккумуляторную батарею из литиполимерных ячеек, разработанных нашим партнером по нашим спецификациям. Остальные оригинальные технические решения позволили существенно упростить конструкцию и использовать на 30% меньше комплектующих, чем повысить надежность. Масштабируемая платформа ложится в основу бизнес-модели. На ее базе мы планируем производить спортивные и городские мотоциклы. Мотоспорт мы выбрали в качестве испытательного полигона для технических решений, что позволяет нам не только судить об их надежности, но и использовать спорт как канал продвижения на массовый рынок. Начиная с 2010 года, мы проводили неокр, создавали и испытывали прототипы. В настоящий момент мы завершаем работу над третьим прототипом уже предсерийным образцом. По итогам испытаний получены предварительные заявки от трех дистрибьюторов на реализацию первой партии. Сегодня и завтра вы сможете увидеть наши прототипы на стартап-базаре. До сегодняшнего дня компания развивалась за счет инвестиций единственного собственника и основателя нашей компании. Объем инвестиций в проект составил 340 тысяч долларов. 30 секунд. Для следующего этапа создания опытной партии и запуска серийного производства нам требуется поэтапные инвестиции общим объемом в 6 миллионов долларов. По нашим оценкам, период окупаемости составит 3 года. К 2020 году мы планируем ежегодно продавать 40 тысяч единиц техники. Оборот компании составит порядка 200 миллионов долларов. За реализацию проекта отвечает постоянный коллектив сотрудников, ядро которого сложилось и совместно работает уже 8 лет. Основатель проекта запустил два успешных стартапа в автотранспортной индустрии и имеют патенты в области энергоэффективных технологий. Владимир, большое спасибо за презентацию. Вопросы от членов жюри. Сколько по времени у вас заняло создание прототипа имеющегося? Уже третьего по счету? Да. Около года. Там сложно сказать, потому что в это же время мы испытывали предыдущий прототип. Он и сейчас здесь представлен. Испытывали в том числе его на самых жестких условиях, на спортивной трассе. И по итогам вот этих испытаний дорабатывали конструкцию следующей модели. Понятно. В цене какова рентабельность по чистой прибыли? Какая доля чистой прибыли в цене? Порядка 35%. Вы сказали, что ориентируетесь на мотоспорт. Но мотоспорт класса определён. Там есть класс электромотоциклов? Мы ориентируемся на массовый рынок. А мотоспорт мы хотели бы использовать как стартовую площадку. Он всегда на виду. И мы можем малыми средствами получить репутацию надёжной и мощной техники. А подскажите, пожалуйста, как вы планируете выводить продукт на рынок? Опять-таки мы планируем начать с мотоспорта. Первая опытная партия в 100 штук. Будет в большей степени именно спортивными мотоциклами. Мотоспортсмены уже проявили интерес к нашей технике. И для интенсивных тренировок им интересно, что очень низкая себестоимость эксплуатации. В том числе мотосекции и так далее. Как я уже сказал, что это всегда на виду, это всегда на ютюбе, это видео, это всем интересно. По итогам реализации первой партии мотоциклов мы планируем провести сертификацию для дорог общего пользования. И выпустить модель именно для дорог общего пользования. Она будет несколько дешевле, с большим запасом хода. Другая подвеска согласно назначению. Скажите, пожалуйста, всё-таки компоненты пауэртрейна, которые вы используете, я правильно понимаю, что вы сами не производите двигатели, инверторы и батареи. Всё-таки чего производство это и где площадка будет, на которой будет осуществляться сборка всего этого? Двигатель и инверторный блок питания и управления – это полностью наша разработка с чистого листа, которая велась в течение последних четырёх лет. Последнюю модель двигателя мы собрали буквально месяц назад. Вот в данный момент она проходит настройку программного обеспечения, точное испытание, и мы планируем в течение месяца уже поставить её на следующий прототип. Блок питания и управления – у нас тоже работала команда инженеров и программистов, которые его разработали. Он уже полностью готов. За счёт компоновки, абсолютно не имеющей аналогов, он в три раза компактнее всех аналогов на рынке. Производство блока управления – Россия. Двигатель мы планируем по частям производить на китайских заводах. Уже есть с ними предварительные договоренности. Коллеги, к сожалению, время для вопросов вышло. Я предлагаю другие вопросы уже в рабочем порядке после выступления. Владимир, большое спасибо за интересную презентацию. Приглашаю на сцену компанию «Динитекс». Компания «Энергоинновация» готовится. Удачи. Добрый день, коллеги. Меня зовут Михайлов Анатолий. Я представляю компанию «Динитекс». Мы являемся президентами кластера энергоэффективной технологии. И наш проект посвящен системам беспроводной передачи энергии, а в частности адаптивным цепям, которые обеспечивают энергоэффективность такой передачи. Первые упоминания о высокочастотной резонансной беспроводной передаче электроэнергии были сделаны примерно в 2007 году. Американцы продемонстрировали эффективность более 90%, то есть КПД более 90% такой передачи на частоте 6,78 МГц. Но пока такие системы широкого распространения не получили, поскольку они очень чувствительны к точному позиционированию источника и приемника, ну, соответственно, ВЧ энергии. И при малейшем рассогласовании, то есть там расстояние изменилось, какие-то там погодные, может быть, даже условия, там влажность воздуха, соответственно, настройка контуров в резонанс меняется, и КПД передачи резко падает. И для этого, чтобы адаптивно, динамически менять настройку в резонанс, необходима адаптивная согласующая цепь. Вот она показана на рисунке, которая состоит из индуктивности и двух нелинейных конденсаторов. То есть цепь ничего сложного себя не представляет, однако вот такие элементы, которые показаны красным, нелинейные конденсаторы, они имеют ряд специфических требований. То есть они должны управляться, с одной стороны, малой энергией, чтобы не тратить на себя часть эффективности, и, с другой стороны, они должны быть линейными по отношению к ВЧ, высокочастотному сигналу, чтобы не вносить, опять же, дополнительных искажений. И на сегодняшний день на рынке таких элементов не существует, как оказалось. То есть хорошо разработанные полупроводниковые и MEMS-технологии, то есть это MEMS-ключи, фактически полупроводниковые и MEMS-ключи, они не позволяют обеспечить все требуемые параметры. То есть полупроводники требуют много энергии на управление, что, опять же, снижает КПД. А MEMS-ключи, они не позволяют обеспечить необходимый уровень вот этой рабочей мощности, которая должна быть передана. И наше предложение, оно заключается в разработке варакторов на основе нелинейной керамики, которая сама по себе очень дешевая технология, и она удовлетворяет всем необходимым параметрам. То есть с нами были разработаны такие элементы, вот они, как картинки их показаны. То есть там, соответственно, специальные составы вот этого нелинейного диэлектрика запатентованы, естественно, патентуется конструкция вся самого элемента. И такие элементы у нас у одного из производителей мобильных телефонов в лаборатории мы тестировали, назвать я его, к сожалению, не могу по условиям контракта, но вот месяц назад на поставку первой партии таких вот элементов мы заключили контракт с производителем мобильных телефонов из первой тройки, скажем так. Ну и дальше нам для развития этого проекта необходима закупка оборудования. Ну, сейчас пока расскажу. Ну, рынки, в общем, понятны. То есть это рынки с мобильных телефонов, ноутбуков, да, которые можно заряжать без проводов. Ну и потенциально это вплоть до электромобилей. Точно так же они могут заряжаться, подъехав, грубо говоря, на стоянку и оставив автомобиль на ночь, он за ночь зарядится. Анатолий, прошу прощения, время выступления завершилось. Может быть, члены жюри какие-то вопросы дополнительные зададут? Если нет вопросов, мы, наверное, переходим дальше. Есть вопрос? Да. Спасибо. I have a question. You said that... Вы сказали, что такое оборудование еще не существует на рынке. Почему еще не на рынке? Вот такие элементы еще на рынке не существуют. Фаракторы. Эти конденсаторы. А с другими решениями вы сравнивали своя? Если брать другие решения, основанные на полупроводниках и на мемсах, у них принципиальное отличие по контрольной мощности. А какая цена за единицу? Цена зависит от мощности элемента. Если это смартфоны, то 1-2 доллара всего. Если это электромобили, то будет около 50 долларов. Там мощность больше. То есть достаточно низкая цена. Как вы планируете выходить на рынок? Ведь вам же нужен массовый рынок, правда? Да, конечно, массовый. Спасибо. Еще вопрос? Очень амбициозные цифры по стоимости, на самом деле. Скажите, пожалуйста, технически один вопрос. На каком расстоянии, возможно, зарядка, используя вот эти вот… Значит, то, что сейчас мы тестировали, мы протестировали, грубо говоря, от 4 до 8 сантиметров. То есть при… Ну, грубо говоря, у заказчика, который у нас эти элементы заказал, производитель мобильных телефонов, вся в лаборатории, вот он протестировал от 4 до 8 сантиметров, не меняется КПД передачи при использовании вот такой цепи на основе этих элементов. Но, естественно, это может быть сделано и на большее, то есть вплоть до метра. Хорошо. И вопрос. Какая максимально возможная мощность для этой технологии для передачи? Максимальная мощность – порядка 10 киловатт. Спасибо. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы планируете это собирать здесь, в России, или в Китае, как собираются все телефоны и планшеты? Да, спасибо за вопрос. Вот мы планируем в России, вот тут показаны как раз у меня на последнем слайде необходимые инвестиции, это 90 миллионов рублей на 2 года, то есть мы планируем опытное производство сделать здесь, в России, в Санкт-Петербурге, у нас там уже есть площадь, вся команда, я тоже, мы из Санкт-Петербурга, и отработать на этом оборудовании мелкую серию, а дальше уже продавать лицензии, неэксклюзивную лицензию производителя мобильных телефонов, естественно, мы сами элементы продавать им не будем. И плюс, так как эта технология легко масштабируется для больших мощностей, на этих мелких сериях собирать уже сами адаптивные цепи и продавать их там производителям, например, электромобилей. Анатолий, спасибо. Приглашаем энергоинновации Терентьев Андрей. Подготовится Лопатин Дмитрий, Фотохим. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, коллеги. Я представляю энергоинновацию предприятия. Извините. Ветро- и гидрогенераторы нового типа. Здесь, кстати, на первом слайде уже этот ветрогенератор показан. Значит, при упоминании обычных ветрогенераторов у всех сразу представляется некое такое колесо, пропеллеры вращающиеся, а для гидро это турбины высовращающиеся. К сожалению, это традиционное пока развитие идет, но оно имеет недостаток того, что предназначено для высокоэнергичных потоков. А большая часть низкопотенциальных потоков – это ветра, большая часть от России находится, океанические течения, равнинные реки и прочее. Они остаются незадействованы. Моя энергия там очень много. Значит, наша задача. Мы создаем линейку малых типов ветрогенераторов, основанных на принципиально новом нашем подходе. Мы заменяем обычные традиционные винты крылом. Для сравнения, просто тот формат не позволяет рассказать о преимуществе, просто можно сравнить грузоподъемность вертолета, который вращающийся винт использует, и самолета. Совсем разные вещи. Тут такая гидродинамика. Есть работы тоже с применением крыла, но мы считаем, что ушли дальше в этом направлении конкурентов. Вот сейчас на ролике видно как раз ветру сановых с адаптивным управлением крылом. Здесь все, можно говорить, впервые применено. И тонкий профиль крыла, и адаптивное управление, и также закрылки фаулера. Эффекты такие, что работает и при очень малых скоростях. Номинал, вот то, что сейчас ветер есть, вполне для него рабочеспособно. Стоимость, соответственно, тоже очень низкая. Одна киловаттная установка стоит примерно 2500 долларов, а потом увеличение идет ненамного, поскольку основная база, она, конечно, стоит, а крылья очень дешевые, в отличие от имеющихся ветрогенераторов, у которых лопасти составляют чуть ли не половину стоимости. Следующая очень интересная установка. Сейчас, извините, извините. Следующая – это для низкопотенциальных течений ныряющее крыло. Вот оно здесь показано. Здесь по направляющим, а вверх-вниз идет. То есть мы заставили крыло работать возвратно-поступательное движение. У нас считает ныряющее, потому что похоже на ныряние. Скорость течения 0,4 метра в секунду. Можно использовать это вообще большой потенциал. Вплоть до океанических течений сейчас вкладывают в мире очень большие средства для того, чтобы как-то утилизировать течение. Но, к сожалению, там, кроме винтов, пока предложения мало. Но здесь мячик – это для того, чтобы было видно, как он ныряет, выныривает. Команда. Это я, генеральный директор, наш научный руководитель, доктор наук, профессор. Он как раз специалист в области гидродинамики, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Инженеры все имеют образование физико-информатическое. Мы с ними давно работаем и, в принципе, решаем все задачи. Преимущества. Преимущества ветра, я уже сказал, то, что при низких скоростях здесь не требуется направление ветра, то есть любого направления ветра. Крылья автоматически подстраиваются адаптивно под скорость ветра конфигурацию и высокую эффективность имеют. А гидра работает при небольших скоростях, 0,2 метра в секунду. Тоже очень простая реализация. Вы видели, ничего там сложного. Крыло, когда устанавливается в одно положение, оно большую часть проходит с наибольшей своей эффективностью. Рынок. Ну, рынок мы здесь и так вот разграничили. Значит, мы предполагаем вести работу в области продажи самой энергии за счет создания каких-нибудь электрогенерирующих компаний или непосредственно установки, готовые продавать. В 2001 году объем альтернативных источников занимал небольшую часть. В основном газ, уголь, нефть. По данным экспертам прогноза, в 2020 году уже половина. Там есть написано, энергия прилив используется, но я думаю, если бы была известна наша установка на ящик-крыло, здесь бы, наверное, еще энергия течения океанических тоже была бы. Андрей, к сожалению, время выступления закончено. Может быть, вопросы у членов жюри? Ну, это финансовый показатель, работа уже продолжается, стартап есть. Спасибо. Спасибо. Андрей, скажите, пожалуйста, на какие мощности вы рассчитываете ваши обе установки, и гидро, и ветра? Вот здесь главное преимущество, в отличие от традиционных, то, что мы мощность можем практически не ограничить. Мы просто увеличиваем площадь крыла. И крыло, оно использует всю площадь равномерно. А винтовые, чтобы увеличить мощность, приходится увеличивать диаметр, это очень дорого становится, и очень сложное изготовление. Здесь простая симметричная плоскость, тонкий профиль. Я говорю, поэтому и стоимость изготовления крыла меньше 5% по стоимости установки. Поэтому мощность мы можем или посредством ставить. Честно говоря, стоимость 2500 за киловатт не такая уж и низкая стоимость. А я объяснил, я можно сейчас? Я да, извините, пожалуйста. Это 2500 долларов, это основа, скажем так. Туда сходит стойка, электроника и прочее. А дальше, когда мы увеличим, мы увеличим всего лишь площадь и траверсу. И там уже незначительные стоимости идут. Хорошо. Перефразирую свой первоначальный вопрос. До какого диапазона обычностей вы пробовали просчитать хотя бы просто сопромат этой конструкции? Вы имеете ветер или гидро? Ну, давайте ветер, это проще. То есть, при увеличении площади крыла, при увеличении диаметра установки, вы, прежде всего, столкнетесь с механическими проблемами усиления конструкции. Ну, мы рассчитываем, вот сейчас, кстати, мы делаем установку до 3 киловатт. Мы вообще, говоря, придерживаясь принципа, что не надо делать одну здоровую установку, лучше сделать ветропарк. Это и надежнее, поскольку если какая-нибудь выйдет из строя, другие работают. Ну, в принципе, так и во многом. Мы говорим о малых ветроустановках, но нарастить можно мощность. Ну, вам их надо поднимать на большие высоты, чтобы они... Здесь большие высоты не нужны, они работают. Вот у нас вот на уровне, допустим, вот зеленые буквы стоят, вот на этом уровне у нас уже хорошо работает. Ну, да, киловатт, да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Можете тогда озвучить цифры все-таки по скорости ветра минимальной для того, чтобы работала установка? Вот на наших испытаниях, здесь надо так сказать, вот мы, когда испытывали, у нас стартовал при скорости 0,7 метров в секунду, но... На номинал, на номинал, когда выходит? А, номинал. Конечно. Номинал 5-6 метров мы на это рассчитываем. 5-6 метров. То это примерно то, что мы имеем в большей части от России. А работало у нас вот 2-3 метра был месяц, работало, мы без энергии не оставались. Все время у нас крутил, все время была энергия. То есть мы вот этот вопрос, в принципе, считаем, решили, что вот используем ветроэнергетики для наших регионов... А все-таки я тоже поддерживаю вопрос предыдущий, потому что он важен. Одна киловаттная установка, ну, вряд ли кого-то спасет. Если мы говорим, возможно ли создать там 10-15 киловаттную установку, и сколько будет тогда себестоимость киловатта установленной мощности? Тогда сразу вопрос. При какой номинальной скорости нужна... Вы сами знаете, там мощность, зависимость от куба ветра. Ну вот давайте в Москву возьмем. В Москве в среднем роза ветров 4-5 метров в секунду. Здесь у нас такое предложение. Лучше сделать несколько установок небольших, поставить... Пойте, тогда у вас конкурентное преимущество пропадает. Тогда нужно ставить 15 установок по 2,5 тысячи долларов, вместо того, чтобы поставить одну с меньшей себестоимостью из стоимости крыла. Вы из традиционных установок, есть хороший у нас опыт, я это сам видел, у нас в Чувашии скорость света тоже небольшая. В свое время были закуплены правительством две установки, традиционные, украинские, с американской лицензией по 0,5 мегаватт. Они... Законсервировать их пришлось, они просто не работают. И последний вопрос, Мартин. Если посмотреть на одну установку, то насколько ее мощность можно увеличить? Здесь будет станция. Out of one, maximal power. А, максимальная мощность одной установки? Нет, суммарно из большого количества установок. Тут не ограничивается. Если мы берем, допустим, медленное течение, что нам очень интересно, мы можем последовательно поставить очень большое количество. Что касается ветра, мы... Ну давайте, мы вообще-то рассчитываем сделать установку, допустим, до 10 кВт вот этого роторного типа. Нам надо дальше посмотреть, как она будет себя вести. Это экспериментальный, опытный образец. А что касается вот для медленных течений, мы можем наращивать их посредственно, установив в течение, в принципе, тоже не ограничивается. Да, но ведь уже кто-то сказал, что с точки зрения бизнеса это все не очень эффективно. У меня еще один вопрос есть. А какая максимальная скорость ветра, с которой может работать ваша система? Потому что часто это упирается также в максимальную скорость, а не только в минимальную. Максимальная скорость, которая выдержит установку? У нас были порывы ветра до 20 метров в секунду, и все выдержало. У нас просто такой регион, что такие скорости даже 10-12 метров в секунду очень редко бывают. Но 20 у нас выдержало. Хорошо. Спасибо большое. Извините, интересный диалог, но мы вынуждены приостановиться. Дальше Лопатин Дмитрий, Photochem Electronics. И подготовьтесь, пожалуйста, к гидроэнергоспецстрой. Мы делаем новый тип солнечных батареек. На текущий момент рынок солнечных батареек показывает интенсивный рост. И более 90% этого рынка это кремниевые солнечные батареи, у которых есть такие недостатки, что для их производства необходимы высокие затраты энергии, и они очень чувствительны к примесям. Мы рассмотрели основных производителей солнечной батареи и сделали график по основным характеристикам КПД и стоимость. И мы планируем занять данную нишу в области среднего КПД и малой стоимости. Малую стоимость мы планируем получить при помощи специальной технологии, которая похожа на печат на принтере. Мы используем ультразвук и электрическое поле, которое позволяет нам делать маленькие капли менее одного микрометра. Соответственно, имея маленькие капли, мы можем получить высокую однородность поверхности и малый брак производства. Кроме того, мы используем специальный новый материал для солнечной батареи. Это перерскит, который позволяет в среднем достичь КПД около 10-11%, а в лабораторных условиях до 14%. Кроме того, расход получается около полграмма на квадратный метр, и это получается около 10-15 долларов, себестоимость за квадратный метр. При этом здесь мы имеем объемный гетеропереход, который позволяет работать при облачной погоде и косых углах. Мы проводили определенные измерения в течение дня в облачную погоду и получили данные, что наша солнечная батарея имеет на 30% больше выработки энергии в течение дня по сравнению с конкурентами. И мы планируем зарабатывать деньги, и цель нашего проекта – это производство этих солнечных модулей как для питания гаджетов, так и для крыш и солнечных электростанций. Кроме того, можно сделать солнечные батареи полупрозрачными для встраивания их в систему ОКОН, то есть Building Integrated. Кроме того, возможно, партнерство с другими странами и лицензирование данной технологии. Для осуществления данного проекта наша команда стоит из специалистов области технологии, химии, имеет опыт работы на данном производстве. Сейчас мы планируем использовать технологическую базу одного из производств, которое было уже сделано в нашем городе Краснодаре, солнечный ветер, для модернизации и работы по нашей технологии. Кроме того, у нас есть партнеры в других странах, в Индии, где есть значительно большой госзаказ на данную технологию. И здесь мы планируем и хотим получить дополнительные инвестиции, а также инфраструктурных партнеров и заказчиков по данному проекту. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а что вы про своих конкурентов или аналогичные решения можете сказать? Я вот просто слышал пару, даже больше, года три назад в Германии производство было создано по фотообоям. То есть это фактически та же самая технология, когда на обои или на любой материал, который потом клеится на стену, наносится нано-покрытие, которое может генерировать электричество. Первое, что используется технология обычной струйной печати, то есть с достаточно низкой точностью и высоким процентом брака. Второе, что они используют чистую органику, то есть чистые органические солнечные батареи, у которых КПД не более 6%, и которые в течение 6 лет выходят из строя. У нас используется гибридная технология, то есть сверху слой неорганический, а снизу слой органический. Соответственно, неорганический слой предохраняет органический от быстрого выгорания. Соответственно, мы используем воздействие на спрей специальными полями, ультразвуком и другими электрическим полям. И это позволяет достичь высокой однородности. И какие показатели? Удельная мощность, удельная стоимость на квадратный метр? Удельная себе стоимость от 10 до 15 долларов получается. То есть мы считали, исходя из стоимости подложки, из стоимости химикатов, то есть реагентов, затрат труда, которые здесь очень низкие, потому что установка автоматизирована и в одном производственном цикле все делает. То есть китайцы продают кремнии и солнечные батареи по стоимости порядка 70-80 долларов за квадратный метр. Какая у них себе стоимость, это я не знаю, и мало кто знает. А удельная стоимость выработанной электроэнергии какая на ваших батареях? Ну вот мы вели переговоры с индийской стороной, и вот у них была задача получить на электростанции мегаваттной максимум выработки. И у нас получается, что в год мегаваттная электростанция в условиях пустыни вырабатывает 2,5 мегаватт в год. Соответственно, в пересчете на срок жизни, около 15 лет данной электростанции, получается около 6 центов за киловатт в час. Сколько один квадратный метр может киловатт выработать? Максимум, если у нас КПД около 14%, будет 140 ватт в условиях 1000 ватт на квадратный метр. В среднем будет меньше, то есть где-то 100 ватт на квадратный метр на максимуме. Скажите, пожалуйста, вот есть английская компания Oxford Photovoltax. Они заявляют эффективность своего модуля выше 10%. Тоже у них на органике их гибкие пластины сделаны. Вы про них знаете? Да, я, насколько помню, они используют тандемные технологии, то есть два слоя органических солнечных батареи. Правда, я, насколько помню, максимум, что они получали от около 12%. Выше 10%, да, уже. На тандемных органических, насколько помню, никто еще не получал выше 20%. Второй вопрос. У вас получается где-то 150 долларов за киловатт, правильно, установленной мощности? Ну, если 10-15 долларов за метр, вопрос такой. Это модуля или это ячейки стоимость? Модуля может... И стоимость чего это? И какой будет стоимость конечного продукта у вас? Ну, модули, если учитывать еще установочные конструкции, будут дороже стоить несколько. Но мы производим элемент сразу на подложке и с специальным покрытием. По покрытиям у нас, кстати, есть еще одна разработка по, грубо говоря, элементам с показателями приемления меньше единицы, которые позволяют очень хорошо вырабатывать энергию на закате, на рассвете и, соответственно, в облачную погоду. Спасибо. Дмитрий, спасибо. Приглашаем представителя гидроэнергоспецстрой. Здорово, Александра. Я, наверное, возьму. Здравствуйте. Я представляю компанию «Гидроэнергоспецстрой» и волновую электростанцию с функциями защиты береговой черты. Решение, которое мы предлагаем, находится в области соприкосновения двух проблем. Во-первых, мы предлагаем более дешевый, чем существующий традиционный способ, способ возведения берегозащитных сооружений и создания защищенных акваторий, защищенных букв. С другой стороны, мы обращаемся к использованию огромного энергетического потенциала океана. Причем это экологически чистая энергия. Решение носит название «Волновой энергетический демпфер WaveHunter». Электростанция, установленная в море, состоящая из таких демпферов, обеспечивает сокращение волновой энергии в 8-10 раз, при этом преобразует до 40% этой волновой энергии. Здесь вы можете видеть сравнение. Это берегозащитная часть, помимо меньшей стоимости. Хотелось бы обратить внимание на большую экологичность, потому что конструкция станции обеспечивает проточность воды, в отличие от традиционных волноломов, проточность воды в месте установки. Что касается энергетической части, то хотелось бы отметить, что на волновую электростанцию можно также дополнительно установить солнечные панели, можно также дополнительно установить ветряки, плюс есть опция установки водоочистки и опреснения. Такое решение может быть интересно. Во-первых, яхт-клубом «Марином» создается защищенная бухта, в которой может быть устроена яхтенная стоянка, плюс имеется электроэнергия для обслуживания этой бухты. Более масштабный проект — это многофункциональный морской комплекс. Здесь в защищенной бухте создается туристическая реквизионная инфраструктура. Отели, отели на воде, отели на защищенном берегу, те же самые яхтенные стоянки, причалы круизных судов и так далее. Разумеется, мы не единственные, кто работает на этом рынке, хотя на стыке двух технологий, технологий двойного значения, в принципе, аналогов не существует. Вот эти вот товарищи уже вышли на стадию коммерческого использования. На чем мне хотелось бы здесь заострить внимание? Во-первых, на компактности нашего решения, поскольку, например, для поплавковой станции, для снятия такого же... Поплавковая станция WaveHunter. У поплавковой станции для снятия определенного количества энергии потребуется площадь морская километр на километр, площадь для WaveHunter будет в 50 раз меньше. За счет такой компактности, в принципе, визуальное воздействие на ландшафт, оно минимальное. Кроме того, в отличие, например, от технологии SDI, мы не устанавливаем демпферы на существующие берегозащитные сооружения, хотя это, конечно, тоже возможно, а сами по себе являем берегозащитные сооружения, гораздо более экологичные, чем традиционные технологии. Все исследования и разработки проекта ведутся компанией Гидроэнергоспецстрой. Испытания проводились и проводятся в Крыловском государственном научном центре. Вот это. Помните, я говорила про многофункциональный морской комплекс? Сейчас был создан международный консорциум, который будет заниматься реализацией этого проекта, в Республике Мальта. Туда вошли три российских компании, инвестиционная компания из Канады и представители мальтийской стороны. Предварительно получено одобрение от мальтийского правительства и от соответствующих экологических служб. Ну и, наконец, на сегодняшний момент. У нас имеется успешно испытанный опытный образец один к пяти волнового энергетического демпфера WaveHunter. Следующий этап — это испытания натурные, испытания на море. Тут первым шагом будет установка опытного образца станции один к пяти в Евпатории и затем опытного образца станции уже один к одному в Республике Мальта. Потом, после окончания испытаний, этот опытный образец станет частью полноценной волновой электростанции и многофункционального морского комплекса. Представленные здесь цифры актуальны для инвестиций именно в волновую электростанцию. Александр, спасибо большое. Прошу прощения, у нас время закончилось. Может быть, вопросы? Спасибо, Александр. К сожалению, так и не увидели из презентации, собственно, в чем заключается принцип действия вашего буфера. Вы имеете в виду принцип технический, да? Вырабатывание электроэнергии. То есть электроэнергия вырабатывается в воздушной камере или каким-то другим образом? Нет, собственно, вот устанавливается волновой энергетический демпфер. Он движется вверх-вниз, передает энергию волнения, разбивает волну, передает энергию волнения на трансмиссию, далее на генератор. Хорошо. Проекты, при какой высоте волны ваша система? Вообще, для какой высоты волны рассчитаны те показатели, которые вы использовали в расчетах? Понятно. Здесь речь идет не только о высоте волны, а о волновом потенциале той или иной местности. В принципе, наше решение окупается при волновом потенциале от 2 киловатт на погонный метр. В отличие от других станций, там идет от 15, у того же Пеламиса. Рассчитанные данные... Честно говоря, просто так, сейчас. Пока вы их ищете, скажу, что, в принципе, Средиземное море — это одно из худших мест. Это действительно одно из худших мест, поэтому Пеламис на Мальте не работает. Мы на Мальте работаем. Уже работаете? Еще не работаем, но будем работать. В принципе, договоренность здесь не есть. Уже учитана такая низкая стоимость капвложений, при том, что вы строите свои береговые сооружения. Низкая стоимость... Капвложений. А, капитальный... Низкая величина капвложений. Но это не традиционные берегозащитные сооружения. Это сооружения на сваях. Там просто есть несколько вариантов. У нас есть демпферы, которые устанавливаются на сваях, демпферы, которые устанавливаются на опорных сотовых бонах. Соответственно, класс защиты будет выше. То есть это нетрадиционный мол, нетрадиционный волнолом. Отсюда более низкая стоимость. Ну, хорошо. То есть в этом случае мы не считаем, что там можно ветряки установить, поскольку это требует совершенно других расчетов, конструкций. Вот эта цифра рассчитана чисто для волновой электростанции, только для демпферов. А вот эта стоимость станции с ветряками и с солнечными панелями за километр. Хорошо. Эти расчеты кем-нибудь поверены, каким-нибудь внешним для вас, экспертам, да не знаю, каким угодно. То есть есть ли подтверждение экспертное в ваших расчетах? Ну, чтобы сейчас мы не тратили время на их. Ну, понятно. Насколько я понимаю, мы сейчас этим занимаемся. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сколько, слева, сколько удельная стоимость получается, если, вот вы говорите, километр это 37 миллионов, да, если я правильно понимаю. Удельная стоимость установленного киловатта сколько получается? Установленного киловатта также зависит от энергетического, от волнового потенциала. Для Мальты это расчетная стоимость 2000, для высокий волновой потенциал до 900 киловатт, 900 долларов за киловатт, извините. Подождите, то есть я правильно понимаю, если мы 37 миллионов сейчас поделим на, ну, даже на 2000 долларов, у нас сколько получится мощность этой километровой линии? А, вы имеете в виду, нет, здесь на Мальте будет установлено, вот, ну, там все немножко сложнее, да, то есть для Мальты вот эта вот цифра, 54 миллиона была. Ну, хорошо, даже 54 миллиона, если 54 миллиона стоит километр, это... Это 3,300, это 3 километра 300 метров. Извините, да, наверное, запутал. То есть вот это вот, вот цена за метр, 18, от 18, от 18 долларов. Хорошо, отлично, один метр, сколько может генерировать электроэнергии? Давайте так, так проще. Видите, я немножко не специалист в теме, поэтому я боюсь, я вам не отвечу. У нас здесь есть наш генеральный директор, можно ему приадресовать вопрос. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Александра. Приглашаем представителя компании «Маринека» Тимеев Сергей. И следующий НПП вас, подготовьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Тимеев Сергей, представляю компанию «Маринека». Компания занимается разработкой так называемой поплавковой волновой электростанции. Электростанции для преобразования энергии волн с высокой эксплуатационной характеристикой. Электростанции могут быть представлены в виде одномодульного устройства, также в виде сети многомодульных устройств мощностью до 100 мегаватт. Модуль электростанции представляет собой герметичную капсулу поплавок, располагающуюся в направлении местной вертикали на поверхности моря и состоящуюся из основных частей. Это механические преобразователи энергии волн в середине, электрогенератор и накопитель энергии. Под действием морских волн капсула начинает совершать возвратно-поступательное вертикальное колебательное движение, а внутри механические преобразователи начинают совершать осциллическое движение, как маятник, груз раскручивает электрогенератор, и получается электроэнергия. Электроэнергия может передаваться на берег посредством кабеля, а также накапливаться в самой станции посредством аккумуляторов. Одна установка может достигать мощность, может преобразовать мощность энергии волн до 50 кВт, по нашим расчетам. А мощные многомодульные станции рассчитывают с нами до 100-150 мегаватт. Рынок практически в настоящий момент не занят, а располагается в любом географическом регионе в настоящий момент. По данным Международного медицинского агентства, потенциальный рынок оценивается в порядке 1 триллиона долларов в год. Основным преимуществом нашего устройства по сравнению с существующими агентами является наличие колебательного привода в составе устройства, который может подстраиваться под определенные параметры волн, таких как направление распространения волны, период волны. Наше устройство не зависит от направления распространения волны, а также от длины волны, что делает наше устройство уникальным на рынке. При ресурсе, нашем расчетном ресурсе, порядка 30-35 лет. Себестоимость установленной мощности, по нашим оценкам, будет не дороже 2 тысячи долларов за киловатт. Для примера скажу, что на морской акватории размером 200 на 200 метров мы можем получать до 1 мегаватта с помощью наших 10-киловаттных модулей и до 1 мегаватта с помощью 50-киловаттных модулей. Но 200 на 200 для морской акватории – это достаточно маленький участок, достаточно маленький размер. Команда состоит из ведущих инженеров и научных сотрудников данной предметной области и также обладает достаточно солидным опытом в ведении международных проектов в области Клинтека. В настоящий момент мы создали ряд моделей, провели их испытания на лабораторных стендах, а также в гидродинамических бассейнах. Два месяца назад собрали наше первое устройство с мощностью 40 Вт. Вот оно на картинке справа. И в настоящий момент приступаем к испытаниям в натурных условиях. Продуктом нашего проекта являются как сами модули, то есть мы можем продавать как и модули, так и электроэнергию, получаемую с помощью нашей электростанции. Приглашаем всех заинтересованных инвесторов включиться в проект как на стадии разработки предкоммерческого прототипа, так и на стадии уже создания опытной 2-мегаваттной станции. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо, Сергей, что вовремя. Пожалуйста, если есть вопросы. Спасибо. В отличие от прошлой презентации, здесь есть технические подробности, поэтому можно и по ним несколько вопросов задать. Конечно, вызывает сомнение реализуемость такой стоимости, при том, что у вас в каждом модуле практически полностью электростанция собрана, включая еще и накопитель, если я правильно услышал. Да, совершенно верно. В состав входит накопитель как вспомогательное устройство в случае штиля. Для начала прокомментируйте, пожалуйста, из чего все это будет сделано, если вы планируете достичь стоимости. Ну вот смотрите, 2 тысячи долларов за киловатт – это сегодня нормальная стоимость для крупных систем генерации, там, не знаю, ветряной. Здесь у вас достаточно маленькие модули, их много, не считая стоимости всего остального, всей обвязки и установки. Получается, что отдельная стоимость оборудования крайне низка. Ну, как-то вот сомнительно выглядит. Прокомментируйте. Ну, я хочу прокомментировать так. Это стоимость 2 тысячи долларов за киловатт установленной мощности. Это стоимость, которая будет при серийном производстве. Как вы знаете, при серийном производстве, ну, так сказать, многие вещи, они удешевляются. Сама электростанция не представляет из себя ничего, никакого… Это устройство сложное, но оно состоит не из дорогих элементов. То есть конструкционные стали используются для корпуса, для накопителя используются отработанные системы. Много узлов в механическом преобразователе мы берем уже отработанные, уже существующие на рынке. Мы их просто покупаем и ставим на нашу станцию. Поэтому все эти вот… Эта стоимость, она складывается вот из этих параметров. Что устройство, оно не является дорогим по своим материалам. Ну, и также при серийном производстве оно будет, да, так стоить. Как и стоят, собственно говоря, сейчас ветровые электростанции. Хорошо. Еще один вопрос. Вижу, вопросов много. Это, конечно, наши оценки. Последний вопрос задам. Насколько проработана технология, ну, слово строительство не совсем корректно, технология размещения этого объекта в море, насколько проработана, раз. Потому что, ну, там, я смотрю, они достаточно большие у вас железяки. На каких глубинах вы готовы работать? Как система защищена от штормов? На каких глубинах, в смысле? То есть вы же наверняка должны как-то якорить, да? То есть на каких глубин вы готовы? Как вы просчитываете тяжелые морские условия? И как вы защищаетесь от коррозии? Ну, спасибо за вопрос. Это, на самом деле, самый сложный вопрос в нашем проекте. Потому что, да, действительно, ну, океан, такая стихия достаточно сложная, мягко сказано. Вот, поэтому позиционирование и фиксация наших устройств в морских акваториях – это достаточно сложный, я бы сказал, даже отдельный проект, если уж так говорить. Вот, не говоря уже о транспортировке наших устройств, потому что наши устройства, они могут… Сеть наших устройств, она может быть, в принципе, транспортируема, в зависимости от потребителя. Но вот сейчас мы тестируем только одномодульное устройство. Тестируем их, ну, собираемся тестировать их и применять те технологии, которые, собственно говоря, уже разработаны для буев, и будем применять их для одномодульных устройств. Ну, а для многомодульных устройств, да, это отдельный проект, это отдельный сложный проект. То есть это, ну, я бы даже больше сказал, это уже, это даже другой ноу-хау. Потому что позиционировать их и менять их местоположение – это, в общем-то, ну, достаточно сложно. Хотя бы полнимо. Прошу прощения, коллеги, у нас совсем закончилось время. Если бы удобно, после сессии мы можем напрямую задать вопросы. Спасибо. Спасибо. Сергей, приглашаем Александра Устинова в ООМ «Адинек». Усачева, извините. И подготовьте, пожалуйста, энергетические технологии. Самхан Игорь. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я представляю компанию «Ветроэнергетические системы». Меня зовут Александр Усачев. Сегодня я вам представлю современную, высокоэффективную ветроэнергетическую установку диффузорного типа широкого спектра применения. В настоящее время мы видим основную проблему – малое распространение ветроэнергетики в России. Практически у нас этот рынок свободен. И, по нашему мнению, решение этой проблемы может состоять в том, чтобы значительно улучшить параметры ветроэнергетических установок современного типа. А именно, какие недостатки основные на данный момент можно выделить для традиционных ветроустановок. Это низкая энергоэффективность, шум, вибрации, которые создают дискомфорт для пользователей. Наличие открытых частей, создающих опасность для окружающих. Необходимость удалить установку непосредственно от потребителя. А кроме того, отрицательное влияние на экологию, на природу животных птиц. Если рассматривать рынок в России ветроэнергетических установок, то становится ясно, что он у нас практически свободен. Причем оценка рынка, оценка продаж ветроэнергетических установок примерно 50 миллиардов долларов может составить. А при развитии производства это даст больше 700 тысяч рабочих мест. Кроме того, по оценкам, рост использования ветроэнергетических установок, он вообще предполагается очень интенсивным в России. Потенциальные потребители ветроэнергетических установок автономного типа. То есть имеются в виду те установки, которые значительно удалены от энергетических сетей. Ну, это передающие станции для линий связи, удаленные отели, фермерские хозяйства, военные, просто отдельно стоящие здания, удаленные от энергетических сетей. А также автострады, железные дороги. Несколько слов о самой ветроэнергетической установке. Основа ветроэнергетической установки – диффузорный ускоритель, который позволяет сильно разограть поток по сравнению с установками обычного типа. Этот диффузорный ускоритель был разработан специалистами ЦАГИ с применением современных методов вычислительной аэродинамики, а также с той базой, известной специалистом по разработке лопаточных машин. По разработанной конструкции была создана модель, которая была испытана в аэродинамической труде ЦАГИ и полностью подтвердила заявленные характеристики. Если сравнивать с имеющимися традиционными энергетическими установками на рынке, то предъявленная установка показывает примерно в два раза увеличение энергетических характеристик. Еще о преимуществах установки. Кроме того, что она высокоэнергоэффективна, она создает мало шума, небольшие вибрации. Кроме того, наличие такой конструкции позволяет ей работать в сложных энергетических и климатических условиях, понижает шум, вибрации, а также можно уменьшить вес за счет применения гидропередачи. Повышает безопасность для окружающих за счет капотирования вращающихся частей. Может быть установлено на крышах зданий и сооружений. Безопасно для птиц и животных. Наша команда состоит из специалистов, которые имеют высокую квалификацию. В настоящий момент основная проблема – изготовление двух действующих образцов, которые должны быть испытаны в натурных условиях. Затем необходимо перейти к мелкосерийному производству и продажам. Спасибо, Александр. Спасибо. Вы это и есть в ЦАГе? Да, совершенно верно. Но ведь этой разработке, если не 15, то 10 лет так точно. Нет. Ну вот это фотография ЦАГа, что первого образца я ее видел лет 7 назад точно уже. Ну, первые образцы были, наверное, лет 8 назад, а вот последняя разработка ей 6 лет. Ну, то есть, посмотрите, вы почему-то не привели ни одного из тех конкурентов, которые действительно сейчас там как-то активно развиваются, но в принципе, вот как-то технология, ну, мы много про них говорим, и постоянно одни и те же ошибки – это некорректные указания, собственно, как и у вас здесь, да, КПД, там, больше, чем в два раза, да, то есть вы просто не к тому диаметру считаете. Не совсем так. Ну, давайте вот, чтобы в технику не уходить, да, то есть есть масса вопросов по ним технически, и сегодня, насколько я знаю, ни один проект так, собственно, далеко и не ушел. То есть есть там американцы Flow Design, которые построили 100-киловаттник года 3 назад, и вот, честно говоря, дальнейшего развития не видел. Есть одна компания в Сколково же, есть одна компания… Да, мы все знаем эти проекты, они не подтвердили заявленных характеристик, ни один. Хорошо. Чем ваш отличается от всех тех многочисленных проектов, и это первый вопрос, и второе, тот же самый, который мы здесь всем практически задаем, а до какого… на какой диапазон мощностей вы целитесь? Значит, чем лучше этот разработанный прототип? Удалось сделать диффузор практически безотрывным, то есть практически коэффициент использования ветра, он здесь самый высокий из всех существующих, которые мы знаем. Второй момент, значит, спектр очень широкий, от 200 Вт до 30 кВт. Да, ну, были сделаны конструкторские разработки, у них есть в чертежах. Спасибо большое. Если вопросов больше нет, спасибо. Александр. Спасибо. Приглашаем компанию «Энергетические технологии» Самхан Игорь. Так, Игорь Самхан, если… Да, выходит. Прошу. Микрофон у нас. Прошу, на сцену возьмите, пожалуйста, микрофон, чтобы все слышали. Мы разрабатываем технологии генерации электрической энергии из низкопотенциальных тепловых источников. Потери минерального топлива в настоящее время в России при получении электроэнергии оцениваются в 200-300 миллионов тонн в год. Использование низкопотенциальных тепловых источников, а также возобновляемых тепловых источников, достаточно дорого и сталкивается со значительными трудностями в реализации. Значит, что-то не переключается. Не переключается. Черт. Вот, черт. А, не переключается. Предлагаемая нами технология может быть использована для энергоснабжения автономных потребителей, как индивидуальных, так и промышленных. Она может применяться с применением биотоплива, утилизацией потерь, тепловых потерь промышленных предприятий, тепловых потерь электростанций и так далее. А, черт, виноват, да. Сущность предлагаемой технологии заключается в том, что здесь используются абсорбционные циклы, и абсорбционные циклы позволяют несколько расширить полезный температурный диапазон. Ну, примерно он будет таким же, как в холодильных машинах, абсорбционных холодильных машинах. Предлагаемая схема здесь показана. Ее отличие в том, что пар после турбины может абсорбироваться в абсорбере с применением высококипящего абсорбента, и таким образом можно использовать более низкие температуры, чем в обычных силовых циклах. Сравнение предлагаемой технологии с традиционной технологией, например, циклом ОРЦ с использованием цикла Ренкина показывает, что эффективность технологии может быть примерно в полтора-два раза увеличена, и одновременно снижены удельные капитальные вложения. Ну, некоторые элементы рынка здесь показаны. Здесь сказано, что применение этой технологии для возмещения потерь минерального топлива в количестве только 1% в год может составить около 2,5 миллионов тонн с годовым экономическим эффектом 8,7 миллиарда рублей. Ну, здесь показано, что фактически в настоящее время была создана лабораторная установка, которая показана выше мощностью около 1 киловатта. Ну, дальнейшие этапы работ связаны с созданием более крупных установок. Например, на 2015 год можно создать установку 10-15 киловатт. И для этого, значит, нам потребуется около 6 миллионов рублей, и часть средств, около 50%, будет возмещено фондом Сколково. Ну, по этой технологии имеется американский патент, имеются российские заявки с положительным решением. Главная наша задача – найти соинвестора. Ну, в принципе, самое лучшее – это такого принципиального инвестора, потому что это очень большая крупная технология, которая может быть использована как в России, так и во всем мире. Ну, значит, мы занимаемся этой технологией уже много лет, но фактически накоплен значительный опыт в разработке подобных технологий. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Исакович. Вопросы? Да, это все у нас. Скажите, пожалуйста, какой температурный диапазон, ну, то есть, какой максимальный? Ну, температурный диапазон, в принципе, тут… фактически сейчас можно использовать нижние температуры с температурой 70-80 градусов, ну, а верхний температурный диапазон зависит от термической стойкости хладагента и для аммиачных смесей составляет 400, где-то 450 градусов Цельсия. На 70-80 градусов какой у вас КПД? Ну, на 70-80 градусов мы рассчитываем на КПД где-то около 15%. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос у меня? Вы указали, что потребность финансирования составляет 3 миллиона рублей. Что вы планируете за эти деньги сделать? Каков будет результат? За 3 миллиона рублей мы создадим опытно-промышленную установку мощностью от 10 до 15 киловатт, которая может быть использована уже для отопления какого-то объекта. ну, для энергоснабжения, точнее. А показатели удельной стоимости киловатта есть у вас какие-то расчетные? Показатели потери стоимости? Удельная стоимость? А, удельная стоимость, да. Ну, удельная стоимость почти в два раза ниже, чем у существующих установок. То есть мы оценим ее в размере около 500 рублей за 1 киловатт установленной мощности. А рублей? Ну, за счет долларов, виноват, да. Виноват долларов. Значит, за счет чего? Ну, с одной стороны, за счет увеличения эффективности, то есть коэффициента полезного действия, а с другой стороны, за счет использования серийно выпускаемого оборудования, которое требует сравнительно небольшой доделки и для использования. в настоящей работе, в частности, мы создали спиральный компрессор и используя его в... То есть используя спиральный компрессор серийно выпускаемый и используя его в качестве детандера. Игорь Александрович, спасибо большое. Спасибо. Приглашаем Габриэльян Давид. Мои. Просим. Добрый день. Меня зовут Давид Габриэльян. Я представляю научную группу при Московском авиационном институте. Мы занимаемся вопросом преобразования бросового тепла с различных предприятий с помощью предлагаемого нами энергетического устройства магнитеплового двигателя. Сегодня современное развитие энергетики подразумевает внедрение энергосберегающих технологий. И статистика такова, что около 30% вырабатываемой тепловой энергии представляют собой тепловые потери. Восполнение этой энергии в полезную энергию позволит серьезно повысить энергосбережение предприятия. Однако сохраняется сложность в преобразовании низкопотенциальной тепловой энергии, то есть тепловой энергии, характеризующейся температурами до 150 градусов Цельсия. Такая тепловая энергия возникает на теплоэлектроцентралях, атомных электростанциях, является продуктом в различных промышленных и производственных процессах, технологических процессах. Предлагаемая нами энергоустановка, магнитно-тепловой двигатель, основана на использовании, принцип работы основан на изменении магнитных свойств рабочего материала, который представлен на роторном диске, шесть пластины, при их нагреве и охлаждении в присутствии внешнего магнитного поля. Внешнее магнитное поле источником является постоянный магнит, система из постоянных магнит. Соответственно, подавая горячие и холодные теплоносители на роторный диск двигателя, мы получаем механическую энергиовращение, которая может быть использована на привод различных устройств, или же в том числе на электрогенератор для преобразования ее в электричество. Проведенный сравнительный анализ с существующими технологиями преобразования бросового тепла, низкопотенциального, показывает, что магнитный теплон двигатель выигрывает в тех условиях, когда разница между температурами горячего и холодного теплоносителя находится в районе 40-50 градусов. Остальными достоинствами МТД, магнитный теплон двигатель, является ее полная экологичность, меньшая металлоемкость в следствии использования немагнитных материалов в корпусе, отсутствие каких-либо веществ под высоким давлением и продолжительность работы, долгая продолжительность работы. Сегодня, на данный момент, мы занимаемся этим направлением около трех лет. У нас есть 11 научных публикаций, отражающих наши исследования, три патента Российской Федерации на полезную модель, и мы создали один демонстрационную модель для принципиально показать, что это работает. У меня с собой все имеется, в случае интереса могу показать работу, только необходимы горячие, холодные источники, естественно. Нашими потребителями, мы находимся на началом пути, и предполагаем, что нашими потребителями могут быть промышленные компании, теплоэлектроцентрали, или компании энергетического сектора, а также судостроительные компании. Мы ищем партнеров и инвесторов для реализации нашего проекта. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Можно еще раз? Вопрос уже стандартный стал для всех. Какие-то экономические показатели этой технологии можете озвучить в случае, если это будет уже коммерческим продуктом, сколько будет стоить киловатт установленной мощности? Первым шагом предполагается создание прототипа вначале до 2 киловатт. Это диаметр диска 1 метр, и мы предполагаем, что стоимость такой установки будет около 300 тысяч рублей. Это именно сырье, материал. То есть оценить именно необходимую стоимость всех технологической базы, как это создавать, мы не можем, к сожалению. У нас нету таких. Ну, то есть 10 тысяч долларов 1 киловатт. 5 тысяч? Давай, 5 тысяч долларов 1 киловатт, правильно? Получается. Прототипа? Прототипа. А в серии, ну понятно, в 2 раза, например, будет дешевле, чем существующие. В смысле, когда выйдете в серию, 2,5-3 тысячи долларов киловатт. А в чем бизнес-модель? Как вы собираетесь конкурировать с существующими решениями? Вот сложно. Бизнес-модель, она крайне была, нам сложно сейчас ее озвучить, так скажем, так как мы особо ее сильно не прорабатывали. Есть просто такая вот разработка, идея. То есть вы рынок не оценивали, куда вы, ну вот вы написали, что с корабельно-строительной компании, в генерирующей компании. Где есть выброс вот такой низкотемпературного тепла. То есть именно вот это пар с температурами 110-120 градусов Цельсия, просто выбрасывать в атмосферу. То есть срок окупаемости вы тоже не считали там для типа урешения. То есть мы тут есть у нас, именно в этом заключается наш проблемам и бизнес-планам. Сочинение. Позвольте еще комментарий, это не вопрос, это комментарий. Дело в том, что на электростанциях два источника самых больших низкопотенциального тепла это температура уходящей газы, которая из котла, и температура циркуляционной воды. Так вот, если это устройство засунуть в выходящие газы за кибастузским котлом, за кибастузским углем, от него ничего не останется в течение, ну, наверное, двух-трех часов и его съест. Это существенный момент в части энергетики. Презискленно так, необходим, для этого случая необходимы дополнительные теплообменники для подвода необходимого теплоносителя. Еще вопрос. С военными не связывались случайно? Потому что мне кажется, что такая подобная разработка предлагалась подводной лодке выброс реактора и забортная вода. И, по-моему, такое было где-то год-два назад. Я говорю про судостроительные компании. Только какая-то питерская контора это предлагала, похоже. Да, мы с ними контактируем в некотором плане. Еще вопросы? Спасибо большое за ваше выступление. Итак, список проектов по электроэнергетике у нас на сегодня исчерпан. Если кто-то из членов жюри хотел бы дать какие-нибудь свои комментарии по поводу услышанного, совсем кратко, буквально там одна-две-три минуты. Кто-нибудь? Могу сказать, вот присутствовал в прошлый год, да, присутствовал в этом. В прошлом году качество докладов мне показалось было выше. Мне показалось было выше. Вторая часть сейчас точно слабее, чем первая. Прошу обратить на это внимание. Спасибо, Андрей, за комментарий. Ну, на самом деле, по возобновляемым источникам энергии всегда проект очень разнообразный. И, конечно, качество, ну, разное бывает. Мартин? Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы включили меня в состав жюри. Я думаю, что презентации были интересны. Мы ведь ищем стартапы, в конце концов. И мы обсуждаем коммерциализацию проектов, вывод их на рынок. Я хотел бы, чтобы мы больше сконцентрировались именно на этом в следующем году, в следующий раз. Конечно же, очень много новых технологий, которые действительно приживутся на рынке, но я думаю, нам нужно больше думать о том, что рынок сам захочет выбрать. стартапы, но, к сожалению, не всегда стартапы сами об этом задумываются. После сегодняшнего дня большинство стартапов могут стать участниками Сколковой, мы будем помогать им сформулировать их коммерческую модель. Да, мы над этим подумаем, как-то приблизить их к рынку надо. Я тоже участвовал и в том году в жюри, и в этом году. И одна и та же проблема, что авторы очень увлечены своей идеей, но инновация это прежде всего коммерческое продолжение, то есть это бизнес-проект. И, к сожалению, даже первый участник он назвал компанию, но в которой в первую десятку тысяч не попадают производители, то есть в рынке нужно ориентироваться. Без этого это потраченное зря время и деньги. Да, ну важный комментарий, все про это говорят, но действительно не всегда разработчики ориентируются, но будем стараться совместно с ними что-то сделать. Я надеюсь, что вы тоже здесь будете готовы им помочь и дать какие-то рекомендации. А я со своей стороны хотел бы что отметить? Многие, ну немногие, человек 5-6 с нашей компанией уже работают. Хотелось бы сказать, что раз вы работаете с российскими сетями, это не надо останавливаться, это не говорит о том, что ваш проект уникальный, он потом может быть масштабируем, снижена стоимость и так далее. Поэтому это не аргумент, и в докладе можно об этом не говорить, что вы работаете с российскими сетями, а как раз останавливаться на каких-то экономических и технических характеристиках, которые были бы интересны инвесторам, которые готовы были бы вложить средства, потому что мы-то с вами работаем за счет денег неокр, инноваций и так далее. И не факт, что эти разработки потом найдут широкое применение в российских сетях. То есть надо работать над будущим, а мы вам в этом можем помочь. Спасибо. Василий. Добрый день, коллеги. Еще также замечание. По двум-трем проектам, я хоть вроде бы в технике давно работаю, я не понял самого физического смысла процесса. Упомянули о том, как это будет масштабировано, как это широко по всему миру, а вот как физически это получается, честно говорю, не понял. Хоть чуть-чуть несколько слов, но просьба говорить. Ну еще хотелось бы добавить следующее. Действительно, разработчики очень часто углубляются в свою тему и когда говорят о применении тех или иных вещей на конкретном объекте, они забывают, что при применении вот любого хладагента эта вся штука обрастает мячным хозяйством, еще какими-то вещами, требованиями по безопасности, по лицензированию. Потом, когда это все вместе складываешь, ни один человек здравомыслящий на это деньги не даст. Вы приходите к нам на производство, мы вам расскажем, что нам конкретно надо. Все. Еще кто-нибудь хотел бы комментарий? Ну, может, я, как коллеги сказал, хотел бы дополнить их, да, в части, может быть, нужно было выделить больше времени выступающим, да, и, может быть, ограничить количество проектов и качество их улучшить, да, чтобы они все-таки фокусировались не конкретных, на отдельных частях, там, например, на технике, либо только на коммерческой составляющей, да, но и выделили все составляющие, чтобы можно было все оценить адекватно, потому что иногда бывает, что очень часто говорят про коммерцию, да, или там про технику, но совершенно непонятно, как это можно реализовать, или как, о чем идет речь, и что за продукт, как бы, как он будет выводиться, и так далее, на рынок, и так далее. Я тоже хотел поблагодарить и участников, и членов жюри, и организаторов. У меня пожелание и вопрос. То есть, с одной стороны, все было очень интересно и полезно, с другой стороны, если честно, для меня не совсем понятно целеполагание, что требовалось от участников, и что требовалось от жюри. На самом деле, ну, практически никто не четко не объяснил, что нужно от нас, что нужно оценить, потому что понятно, что это не совсем готовые проекты, но кому-то нужно финансирование, кому-то нужна помощь в фокусировке по бизнес-модели, кто-то в технике, может быть, какие-то имеют вопросы. То есть, хотелось бы более конкретно ставить задачу и для себя, и для участников. Спасибо. Коллеги, хотел бы поблагодарить всех за участие. Я впервые принимаю участие в Startup Village, и, на мой взгляд, это уникальная коммуникационная площадка, которая позволяет стартапам и инвесторам найти друг друга. Хотел бы пожелать им в этом деле успехов и всего, чтобы все их цели достигли. Еще кто-то? Если все члены жюри сделали свои комментарии, хотелось бы поблагодарить всех и участников, и членов жюри, сказать, что действительно есть всегда вопрос в балансе между технической и экономической стороной презентации, особенно, когда делается такой короткий питч на 3-4-5 минут. Это действительно сложно, они все умеют это делать. Как правило, наибольшие сложности, и это не только с точки зрения презентационной, но и содержательной, действительно у многих стартапов вызывает вопрос рынка и коммерциализации, на это нужно обратить внимание, ну и, конечно, вот очень правильно то, о чем сказал Денис, это то, что в таких выступлениях старайтесь, пожалуйста, оставить немножко места на такой важный момент, как описание того, а что, собственно, вам интересно, что вам нужно от той аудитории, которая вас слушает, потому что потребности разные, продукты на разной стадии развития, и тем, кто вас слушает, для того, чтобы очень важно понимать, а что же вам нужно, это поможет вам не просто выступить и рассказать о своем продукте и после этого там встать, уйти, но и получить какую-то действительно полезную реакцию, в нашем случае от членов жюри, но вообще от тех, кто сидит в зале и слушает вас, с точки зрения финансирования, с точки зрения корректировки продукта под нужной конкретной индустрией, с точки зрения рынков, ну и так далее. Поэтому я думаю, что те комментарии, которые сделали члены жюри, будут очень полезны для всех наших сегодняшних участников. Коллеги, еще раз огромное спасибо участникам жюри за длительную хорошую выдержку и за ваши критические оценки, за вашу оценку самих участников педсессии. Спасибо всем участникам. Мы хотели, во-первых, объявить, что у нас через 10-15 минут начнется следующая сессия по нефтегазу, поэтому приглашаем всех и стартапы, и зрителей, и участников остаться и послушать, что расскажут по нефтегазу. И хотели еще раз объявить и для стартапов, что по электроэнергетике наш кластер начинает сейчас новый конкурс поиска инновационных решений. Кому это интересно, вы можете подойти взять информацию о том, что это будет за конкурс, с кем мы его вместе проводим, и, естественно, используйте возможность. Участники жюри находятся еще в зале. Стартапы подходите, знакомьтесь, оставляйте свои контакты, обсуждайте возможные проекты. Еще раз большое спасибо. Коллеги, добрый день, мы начинаем. Добро пожаловать в кластер энергоэффективных технологий. И сейчас у нас будет пич-сессия стартапов по теме, по нефтегазовой теме. Мы только что два часа слушали проекты из области электроэнергетики, получили, было очень интересно, были ценные комментарии, в том числе, от наших дорогих членов жюри к стартапам, сделал больше акцент на тему коммерциализации, может быть, на ядро технологии. Я думаю, что многие участники, может быть, уже слышали эти комментарии, поэтому надеемся, что вы это тоже учтете. Соответственно, желаем всем стартапам интересных выступлений, живого общения с потенциальными инвесторами. У нас очень сегодня хорошее жюри, о котором сейчас мы несколько слов скажем и представим всех участников жюри, поэтому хорошее настроение, интересные выступления и, естественно, живого общения с коллегами жюри. И дальше Олег Перцовский, наш директор по развитию, уже представит наш член жюри. Еще раз всем хорошего настроения и успехов. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Многие из вас были сегодня уже и на утренней сессии и слышали проекты по электроэнергетике, сейчас мы переходим ко второй теме наших выступлений, это проекты по нефтегазовому сектору. И жюри в нашем нефтегазовом блоке не менее представительное, чем было по электроэнергетике. Я хотел бы представить вам всех членов жюри. Это Марат Шеймарданов, начальник отдела интенсификации и добычи компании «Лукойл». Это Юлий Халимов, начальник отдела инноваций компании «Зарубежнефть». Это Алексей Кушнер, руководитель направления компании «Сибур». Андрей Селицкий, «Сберинвест». Ренат Хабибуллин, компания «Газпромнефть». Андрей Гладков, региональный директор СПЕ, Society of Petroleum Engineers. Константин Надененко, инвестиционный директор фонда «Лидер». Дальше рад вам представить Андрея Сальникова. представителя компании Shell. Михаил Гельфгат, компания Weatherford, директор Паниокр. Ирина Боб, руководитель НТЦ компании «Татнефть». И Валерий Калан, вице-президент, директор по науке компании «Рунака». Я желаю всем успеха в сегодняшних выступлениях и передаю слово нашему проектному менеджеру, отвечающему за весь нефтегазовый сектор в кластере энергоэффективных технологий. Марат Узайдулина и проведет сегодняшнюю печь-сессию. Добрый день, уважаемые коллеги. Первой компанией у нас будет выступать компания «Софоэл» Марат Валидов. Напоминаю, что у вас на выступлении ровно 4 минуты и дальше 3 минуты на ответы на вопросы членов жюри. Добрый день, коллеги, члены жюри. Сегодня я хочу вам представить проект «Интерактивные решения для нефтяников и федрофизиков». Далеко не секрет, что существует ряд проблем в нефтяной индустрии, такие как подсчет запасов, технологические какие-то показатели, планирование ГТМ, ну и различные корреляционные связи, когда мы сопоставляем петрофизические и технологические и промысловые данные. Наша компания представляет проект, кем являет себя проектным менеджером, это программное приложение, веб-приложение, которое позволяет оперативно принимать решения на месторождении удаленно от компьютера либо где-то при участии мобильного приложения. Что же оно себе представляет? Мы изначально загружаем определенные показатели по керну, по гидродинамическим исследованиям, по фильтрационным исследованиям, дальше выбираем метод корреляции, метод интерпретации данных, пористости, глинистости, насыщения, проницаемости, дальше мы это все экспортируем и применяем это при почете запасов и планировании на планировать ГТМ. Наши какие-то конкуренты преимущества? Мы удаленно можем проводить данный комплекс, данную интерпретацию, также у нас существует здесь нейросетевой модуль, который позволяет гибко настраиваться, ну и также юзерфрендли интерфейс, что позволяет интуитивно, понятно решать данную проблему или задачу. То есть на первом приближении проекта мы сейчас уже визуализировали и представляем, у нас уже сделали какие-то первые шаги к этому, то есть это все у нас в браузере, мы можем загрузить данные, прокрутить модельку, посмотреть логи, посмотреть отбивки, то есть полностью можем сопоставлять данные, то есть это можно также и многоскважин использовать этот продукт. на данный момент у нас команда специалистов, которые работали в таких крупных компаниях, как Татнефть, Лукойл, также у нас есть огромный опыт именно по зарубежным проектам, что позволяет нам быть в тренде именно по развитию данных технологий. основными клиентами нашего продукта являются нефтегазодобывающие управления, сервисные компании, институты, ну и также университеты, которые могут позволять для учебных своих целей использовать данный программный продукт. На данный момент был сделан анализ рынка по тем программным пакетам, которые мы будем использовать также. Это порядка 17 тысяч лицензий именно по миру и полторы тысячи лицензий в России. Ну и примерно стоимость вы можете видеть здесь. Основной реализации данного проекта это приобретение лицензии за счет обученных технологий, консультационные услуги аутсорса и также применение данного опыта для каких-то коммерческих коммерческих проектов. На данный момент мы требуем сегодня инвестиции порядка 20 миллионов рублей, где 40% мы готовы сами инвестировать в свой собственный же проект. Срок окупаемости 3 года и мы планируем начать реализацию данного проекта в 2015 году. У меня все. Точно в срок. Спасибо за доклад. Члены жюри, пожалуйста, вопросы. У меня вопрос. Да. У меня вопрос. То есть вы планируете к 2015 году продать 17 тысяч в мире и тысячу лицензий в России? Нет, мы планируем выйти на коммерческую 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 внедряем за рубежом, так и в России у нас здесь. А вот какие страны зарубежные вы планируете? Ближайшее наше видение это Персидский залив, в основном потому что есть уже некоторые проекты в Малайзии у нас потому что сейчас мы тесно сотрудничаем и также применяем какие-то интересные методы именно там. Ну и в России мы также общаемся сейчас очень плотно с БГУ который реализует Prime и у нас есть вместе с ними какие-то определенные точки соприкосновения в виде интерпретации. А тоже не совсем поняла где вы находитесь последний вопрос. Мы в Казани. Спасибо. Еще вопросы? У меня вопрос. По сути что же можно делать с этой программой? Это построение коллекционных разрезов, проведение интерпретации коротажей. То есть что на выходе результат работы? Смотрите у нас есть много информации которая поступает к нам. Для того чтобы принимать какие-то определенные решения мы должны оперативно сделать посмотреть коротажку выделить определенные интервалы и принимать какое-то решение ну то есть геолог на промысле или на скважине он как видите делает определенные решения. Для того чтобы это было все быстро и понятно осталось 30 секунд быстро я пожалуйста человек загружает и это все как бы визуализирует и принимает это сведение. Дальнейшее здесь также это то что любой человек который в принципе не обладает программным пакетом который стоит порядка 5 миллионов за одну лицензию может зайти сюда купить какое-то определенное время поработать и дальше уже ну решать продолевать ему время для работы или нет. Все время и стекло спасибо за выступление у меня просьба ко всем выступающим отвечать максимально кратко чтобы как можно большее количество членов жюри смогли задать свои вопросы следующее у нас выступает компания Керн комитет из Матуллинг Добрый день очень приятно видеть жюри 70% из которых являются потенциально нашими клиентами ваше внимание предлагается проект пластовый испытатель гидравлический на кабеле ПЛГК 120 нас профинансировал башкирский венчурный фонд техзадания и затраты на испытания этого прибора в течение трех лет взял на себя сургут нефтегаз Проблемы которые решаем с проектом в России не существует прибора который позволяет проводить гидродинамический кратаж существует четыре фирмы в мире иностранной которые такое оборудование производят но они его не продают а оказывают только сервисные услуги интерпретация данных производится соответственно за пределами Российской Федерации услуги очень дорогие и часть из этих компаний проводит так называемую политику навязывания услуг когда с этой услугой прицепляет еще куча других которые компании могут получить потенциально дешевле от российских компаний здесь соответственно это метод один из двух прямых методов исследований скважин и эти данные нужны для того чтобы вводить те самые гидродинамические трехмерные модели и моделировать разработку скважины и выбирать наиболее оптимальные технологии все это в конце концов ведет точные данные в конце концов ведет к более высокому коэффициенту извлечения нефти ух ты а что такое к сожалению не ту презентацию включили команда состоит из восьми человек половина из которых остепененных я имею степень MBA управление новоциными институтами лена и слава отвечает за маркетинг за рынок и за все остальные вещи рынок по тем оценкам которые мы провели рынок самих приборов может достичь к 15 году если мы идем по продажной модели около 500 миллионов рублей сервисные услуги в настоящий момент достигает 2,5 миллиардов рублей в России и весь этот рынок забирают иностранные компании в чем конкурентный преимущество нашего прибора ну первое прибор мобильный и в нем используется так называемая логическая авиационная гидравлика которая позволила модульная и которая позволила резко снизить размеры прибора и соответственно его максимальный вес 640 килограмм что делает возможным доставку его на вертолетах Ми-8 иностранные конкуренты весят до 28 тонн и более соответственно стоимость ГДК которую мы сейчас уже оказываем составляет от 3 до 6 миллионов рублей в то время как к примеру шлемберже МДТ-прибор оказывает от 14 до 27 миллионов рублей что сейчас что сейчас сделано я прошу не смотреть на слайды потому как уже они не соответствуют мы оказываем коммерческие услуги сейчас заключим вышли на финальную стадию заключения договора на приобретение сургутнефтегазом 4 приборов в этом году я понимаю в этом году мы планируем выход венчурного фонда и разрабатывать согласовывать тех задания что нам нужно нам нужен стратегический инвестор в размере 70 миллионов рублей за долю не более 51% для того чтобы обеспечить нам доступ более облегченный доступ до рынка и этот стратегический инвестор должен обладать опытом работы как в России так и за рубежом спасибо спасибо камень вопросы пожалуйста у вас дали раздатку чтобы вы могли посмотреть на технический составляющий прибор как вы видите насколько вы можете быть конкурентными при продаже этих этого оборудования против предоставления услуг какая какую долю затрат в общем объем затрат на разработку месторождения или на исследование скважины вы можете сократить для недропользователя за счет того что он купит у вас оборудование понятно но мы сейчас ну во первых оборудование которое имеется у конкурентов оно не продается раз наш стоимость оборудования идет где-то от 32 до 45 миллионов рублей в зависимости от комплектации и мы понимаем что если эти же самые услуги делать получать ну к примеру от шлемберже то это 3-4 скважины прибор оборудования окупается мы планируем продать 4-5 компаний в России которые способны его купить остальные продавать не будем чтобы не обрушить рынок по сервису еще вопросы мы еще момент да в прошлом году мы оказали услуги Лукоилу Башнефти Газпромнефти Ангара нам за эти услуги заплатили за исследование там именно было сделано взамен то ли Бейкер Хьюз то ли Шлемберже ну в данном ситуации сейчас у нас прибор в состоянии ну аналог Шлемберже XPT и мы понимаем как его развивать до MDT ну если профессионал то они знают ну если вопросов больше не будет тогда Камиль спасибо следующая компания центра геологического моделирования выступает Евгений Гухманчук Центр геологического моделирования мы занимаемся технологиями освоения ТРИС одним из объектов который привлекателен в данный момент Баженовская свита так куда нет по теме Баженовской свиты мы докладывались по технологии во всех крупных и мелких нефтяных компаниях крупных стоит перечислить Сыргутнефтегаз Газпромнефть Роснефть Лукуэл Ретек везде были приняты решения везде проводились работы стоимости сотни миллионов рублей по бурению и выводу скважины с бездействием Примерно так выглядит наша презентация информации мало смысл технологии заключается в том что мы в традиционное представление о структуре каналов вот левый слайд вводим о структуре месторождения вводим систему фильтрационных каналов каналы работают на интервале до 3 километров это проверяется закачкой воды гидродинамическими наблюдениями измерения таким образом схему размещения скважин полностью адаптируем к трещиноблоковой структуре оценивая зоны трещиноватости по проницаемости степени гидротермальной проработки и так далее все это делается по материалам сейсморазведки 3D в итоге отработана технология то что касается собственно Баженовской свиты она заключается в том что вот этот верхний ряд это обработка информации интерпретации сейсморазведочной геологическое моделирование горизонтальный ряд это то что мы отрабатывали в течение 20 лет самостоятельно горизонтальный ряд то что отрабатывали совместно с нефтяными компаниями уже на месторождениях опытно-промышленной работы по выводу скважин из бездействия бурения новых скважин проведения разного типа ГТМ закачки воды для того чтобы определить свойства канала фильтрации рынок ну в России только по Баженовке 12 миллиардов тонн если не говорить о других объектах находящихся в Татарии и так далее в целом по миру рынок оценивается в 50 миллиардов тонн это сланцевая нефть которая осваивается многостадийным ГРП с огромными затратами и экологическими рисками значит затраты по сравнению с аналогичными технологиями снижены в 10-15-20 раз потому что используются для нефтедобычи природные каналы которые более эффективны чем горизонтальные скважины их протяженность больше они имеют сеть вторичных элементов позволяющих дренировать большие площади большие объемы суть бизнес модели устав бороться на российском рынке и так далее мы предлагаем продажу технологий с детальным тестированием продажа предполагает обучение составление методического руководства и обучение на каком-либо из полигонов заказчика потому что технология сложная и до конца она не компьютеризирована планы на развитие значит у нас работаем сейчас по сланцевой нефти это зарубежные месторождения палеозойская нефть плюс вторичные методы повышения нефтеотдачи сланцевой нефти есть оригинальные проекты наблюдения уже проведены первые эксперименты показывающие что можно повысить почти на 50% нефтеотдачу той же самой баженовской свиты не могу ничего сказать наши контакты примеры это лукоил ретек бурение скважин за счет бурения пяти скважин и вывода из бездействия двух в итоге ретек на средненаземском месторождении который был у него пилотным по добыче проекта основную часть нефти стал добывать из скважин пробуренных и выведенных из бездействия по нашим проектам Евгений время спасибо отлично ну газпром нефть это будем говорить адаптации скважин бурение вывод из бездействия получение притоков проект выходные характеристики 80 тысяч тонн на скважину Евгений лучше расскажите это когда будете отвечать на вопросы спасибо скажите пожалуйста это я так поняла что у вас моделирование гидроразрыва да и вы учитываете категорически против гидроразрыва для этого у нас печальный опыт не только у нас и у уникальных компаний которые к сожалению информационные поля разделены но мы работаем со всеми мы видим весь спектр гидроразрыв категорически так сказать не рекомендуется мы стараемся его избегать то есть вы изучаете естественно трещиноватый получается и исключительно данных сейсмики эсмических атрибутов или используются еще какие-то данные сейсмика 3D хотя мы и под водой работали и получали хорошие результаты и будем говорить так результат коротажа и так далее после которого принимается дизайн освоения скважины если она сразу не вышла на режим 30% скважин сразу выходят на режим 70% требуют дополнительных ГТМ спасибо наклон направленный самый дешевый вопросы только из жири прошу прощения еще какова высота вероятность совпадения или обнаружения по результатам сейсмических исследований трещиноватой структуры о результатах мы судить можем только по данным бурения могу сказать что из 20 только пробуренных те что на памяти на слуху и так далее ни одной мы не промазали если мы сопровождаем скважину проблема в низкой технологической дисциплине маршредерских служб точность должна быть 50 метров не каждая маршредерская служба в состоянии правильно пересчитать координаты с этим мы сталкивались и поэтому вынуждены сами контролировать еще вопросы будут хорошо а вы откуда все сотрудники четверо штатных плюс я из новосибирского академгородка которые сели в ханты-мансийске поскольку много работ приходится проводить непосредственно на месторождении спасибо евгений следующая компания 5 софойл докладчик радик мухаммадеев здравствуйте разрешите представить вам проект исследования методом фильтрационных волн давления компании софойл ни для кого не секрет что для ведения эффективной разработки нефтяные компании затрачивают огромные средства для определения следующих параметров это параметры пласта анизотропия свойств пласта пластовое давление геометрия пласта различные разломы и также гидродинамической связи между скважинами как раз исследования методом фильтрационных волн давления позволяют определить данные параметры то есть гидродинамическая связь между скважинами свойства пласта наличие разломов барьеров оценить перетоки между пластами и также анизотропия пластовых свойств само исследование фильтрационных волн давления состоит из следующих этапов это дизайн исследования непосредственно промысловое исследование интерпретация и анализ полученных данных одной из особенностей нашего исследования является то что при планировании исследования мы используем уже имеющиеся данные по пласту то есть гидродинамическую модель на этой модели мы определяем оптимальные параметры оптимальные программы для проведения исследования достаточные чтобы спущенные в скважину манометры смогли зафиксировать изменение давления затем после составления дизайна проводится само исследование на промысле которое заключается в том что как минимум в две скважины спускается манометр одна из скважин она является генератором и согласно программе в нагнетательной скважине закачивается жидкость вода согласно программе то есть определенный период и с определенной приемистостью причем скважин наблюдательных скважин может быть более чем одна после мы предлагаем полученные данные по изменению давления интерпретируется в нашем собственном программном обеспечении PptVizard то есть по амплитуде изменения давления по смещению данных циклов определяются пластовые свойства и полученные данные сопоставляются с теми данными которые были в гидродинамической модели то есть мы сопоставляем и адаптируем имеющуюся гидродинамическую модель те данные которые мы имеем это свойства пласта анистропия свойств как я уже говорил и различные барьеры преимуществом этой технологии является то что во первых в исследовании используются уже имеющиеся данные мы получаем за одно исследование большее количество параметров чем традиционный гдис и также эти результаты они более надежны поскольку несколько циклов используется в процессе исследования что касается программного обеспечения то это веб-приложение во первых то есть доступ из любой точки и дружелюбный интерфейс ну и простота интерпретации хорошо наше предложение заключается в том что поскольку рынок огромен вот инвестировать в активное продвижение данной услуги то есть в данный момент мы эту услугу уже предлагаем мы работаем в Малайзии и так в России то есть в России так и в Малайзии вот и наша идея заключается в том что время вопросы пожалуйста скажите пожалуйста вот ваш метод фильтрационных волн давления от гидропрослушивания чем отличается стандартная методика от гидропрослушивания отличается в принципе сейчас у нас здесь есть в подвале вот гидропрослушивание гидропрослушивание как известно только один цикл то есть а фильтрационных волнок давления мы используем два или три цикла и в то же самое время вот эти каждый из этих циклов он не такой продолжительный как гидропрослушивание то есть нет необходимости останавливать на длительное время скважину можно вы говорили что вы уже услуги предоставляете а скажите какая у компании выручка и какая планируемая выручка после выхода на операционную деятельность мы услуги предоставляем не только по фильтрационным волнам давления мы еще проектными документами занимаемся но выручка если говорить о прошлом году о 13 порядка 30 миллионов вот и планируется какая планируется вот что касается ФВД то по расчетам через 5 лет объем продаж только по ФВД 30 миллионов рублей за счет какого основного конкурента преимущества вы планируете сделать этот проект более привлекательным вот наверное основное преимущество этого продукта в том что клиент получает уже готовые данные то есть вот смотрите он предоставляет нам свою модель то есть его представление о данном участке мы интерпретируем мы на основе этой модели создаем дизайн потом проводим исследования и интерпретируем и уже выдаем доработанную модель причем мы готовы сотрудничать в таком плане что сами промысловые исследования компания может выполнять сама то есть мы составим программу и уже получим от них выходные данные кто основные конкуренты кто основные конкуренты из западных фильтрационными волнами давления никто не занимается на самом деле я знаю что в Казани есть одна компания которая занимается фильтрационными волнами давления но у них нет своего софта и я не в курсе про их объем работ таковых нет только традиционных ДИС все спасибо ради следующая компания даже не компания университет Сибирский федеральный университет Просковья Павлова пожалуйста Добрый день меня зовут Просковья Павлова представляю проект устройства для термостабилизации скважин в районах Свечной и Мерзлотой На сегодняшний день Север является основной базой добычи нефти и газа и характерными особенностями данного региона относятся наличие многолетней мерзлотой породы и по данным независимой геологической газеты российские недра и РБК на доле аварий связанных с протаями многолетней мерзлотой породы приходится 29% потерь добычи углеводородов что в денежном выражении составляет приблизительно 5 миллиардов долларов и поэтому решение данной проблемы является актуальной задачей а на сегодняшний день для решения данной проблемы используют термоизолированное направление и устанавливают термостабилизаторы основным производителем является компания фундаментстрой Аркас он ежемесячно выпускает 5000 термостабилизаторов но следует отметить что технологии конкурентов несовершенны так как термоизолированное направление лишь оттягивает процесс протаями многолетней мерзлой породы а работа термостабилизаторов зависит от времени года так как хладоген внутри трубы циркулиет только зимой и поэтому есть необходимость процесс контролирования процесса протаями охлаждения многолетней мерзлой породы и мы предлагаем создать устройство с термоэлектрическими модулями пельте а модули пельте это преобразователи которые при прохождении электрического оттока создают разность температур с одной стороны мы получаем положительное озвращение а с другой отрицательное и разность температуры может составить от минус 40 до плюс 80 градусов с помощью данного устройства можно будет контролировать процесс охлаждения она будет работать вне зависимости от времени года и можно будет использовать при строительстве нефтяных скважин но также можно увеличить срок эксплуатации действующих скважин которые уже разработаны действуют нам необходимо 3,5 миллиона рублей для доведения промышленного образца на сегодняшний день мы создали первый опытный прототип выиграли грант от фонда содействия развития малых форм предприятий что является нашим успехом в реализации проекта во-первых то что рынок является растущим до 2020 года ожидается увеличение вододобывающих скважин и соответственно рынок будет расти и соответственно у нас есть заинтересованность в реализации проекта у нас есть субподрядные организации которые помогают реализацию данного проекта это красноярские компании Сиброн и Роскомсевер и соответственно у нас есть патенты публикации научные и соответственно наша команда которая имеет опыт конструирования нефтяных оборудований а также имеется опыт конструирования холодильных установок, и также есть специалист по вопросам тепломассового обмена. И мы думаем, что команда может реализовать проект и доведет до уровня коммерциализации. Спасибо за внимание, я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо, Браскопия. Вопросы? Насколько увеличивается стоимость обсадных колонн? Увеличивается стоимость обсадных колонн? Я могу сказать, что мы находимся на стадии опытного прототипа, и такой расчет еще не проводился, поэтому мы будем работать над этим в дальнейшем. Наверное, на сотню тысяч увлечится. Я вам скажу, что мы будем отрабатывать этот вопрос. Есть ли какие-то экспериментальные работы, исследования лабораторные или полевые, подтверждающие эффективность этой технологии во времени? Можно сказать, что мы создали на данный момент имитатор ствола скважины для лабораторных исследований, а также сделали прототип того, что мы хотим увидеть, и нам хочется его масштабировать, увеличить, чтобы подтвердить, что она будет работать в скважине. Скажите, пожалуйста, вот я правильно понял, что для того, чтобы ваша технология работала, нужно электропитание, да? То есть если мы, например, сваи хотим заморозить, нам надо весь трубопровод оборудовать системами электропитания. А не трубопровод, а скважин. Да, это будет приустевая площадка скважин, это 20 метров. Или только для скважин, только для устьев скважин. Для устьев скважин. Если вопросов больше нет, спасибо. Дальше приглашает компания Технонова Исламов Булат. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Исламов Булат. Более пяти лет я являюсь руководителем сектора капитального ремонта скважин компании «Сругоднефтегаз». В настоящее время главный геолог компании «Технонова». Представляю вам проект, направленный на увеличение нефтеотдачи пластов, именуемый как «Креодинамический метод обработки призабойной зоны пласта». Коротко о существующей проблеме. Основная проблема нефтегаза в отрасли – это рост доли трудноизвлекаемых запасов и постоянно регрессирующий коэффициент нефтеизвлечения. Целью его увеличения в России на данный момент одним из основных эффективных технологий – это является гидравлический разрыв пласта. Но в силу своих ограничений, это, во-первых, вследствие высокой стоимости, по экологическим соображениям и ограничение применения в новых регионах, он, скажем так, не особо эффективен. Поэтому мы предлагаем ему альтернативу, назову его кратко, безводный разрыв, в качестве агента разрыва, которого выступает жидкий азот. Основные преимущества которого – это отсутствие потребности в воде и химии, легче очистка скважин после проведенной операции, проще инфраструктура и логистика, а также доступ к новым территориям. Готовым продуктом выступит полностью запатентованная технология в комплексе с технологическим оборудованием и программным обеспечением под ключ. Короткая технология. Производится закачка жидкого азота непосредственно в пласт, несущая отрицательную температуру минус 196 градусов. Пласт, насыщающий его флюид, начинает промерзать. Радиус проморозки за один цикл составляет от 3 до 5 метров. При воздействии такого термическом шоке происходит развитие густой сети трещин. Дальше же, по своей природе, жидкий азот, находясь в заткнутом пространстве, под действием температуры пласта, начинает растепляться. Процесс сопровождается резким ростом давления, вследствие чего существующие трещины начинают развиваться и расширяться. Здесь представлены конкурентные преимущества. Из наиболее часто применимых в России – это гидравлический разрыв, физико-химические методы, из которых можно сделать выводы, что затраты на одну обработку по беззотному разрыву гораздо дешевле, чем тот же самый пресловутый ГРП. Более шире области использования, без каких-либо экологических ограничений. Долговременность эффекта, в принципе, сопоставима с существующими аналогами. По статусу и развитию проекта – коротко. Наша технология находится в достаточной степени готовности. В тесном тандеме с технологическим партнером ОМЗ проведено встречи-совещание с нефтяными компаниями. С компанией «Ретек» нами достигнуто уже соглашение, что мы включены в календарный план на 2015 год на проведение ОПР в Волгограде. Применение в мире очень подробно и тщательно исследуем технологию беззотного ГРП наших коллег, изученный их опыт, особенно применение на жидком СО2, пропане, бутане. Рынок в настоящий момент, рынок по обработкам скважин достаточно уже сформированный, он растущий. 10% рынка проводится по технологии гидравлического разрыва пласта на сумму в 50 миллиардов рублей. По нашей бизнес-модели рассматриваются две ветки развития. Первая – благодаря нашим технологическим партнерам ОМЗ и нефтесервисным партнерам компании «ЭКО» разработать, провести полный комплекс «Ниокор» и вывести технологию, способную и качественно оказывать услуги нефтегазовым компаниям. С последующей отработкой скважин, приобретением опыта, мы готовы уже данную технологию продавать нефтесервисным предприятиям. Основные цифры проекта. Здесь у нас в проекте расписаны три этапа, но я вам покажу… Я прошу прощения, время. Все? Просто огромная презентация. Вопросы, коллеги? В России пробуренный фонд примерно 120 тысяч кважен. На какой процент вы претендуете? Основная цель безводного ГРП – это, конечно, проведение работ в труднодоступных регионах, где исключена возможность большей логистой доставки тех реагентов и объема воды, которые возможны при ГРП. Процент? Это примерно 20%. Вы уверены, что на первых метрах вы не получите стоп? Есть расчеты, которые показывают, что вы сможете больше, чем на один метр это хозяйство подолкнуть? Да, есть расчеты. Видите ли, данный процесс является полицикличным, то есть за ним подходит скважина, можно полициклично ее обрабатывать. Совместно с Криогенмаш нами разработана и скважинная компоновка, и технические такие аспекты, находящиеся в этой компоновке, которые позволяют доводить жидкий азот непосредственно в жидком состоянии. Понятно. А как же мы будем бороться, допустим, с таким явлением, как выпадение АСПО, если мы резко меняем призабойную зону характеристики? Свойства нефти у нас сильно будут меняться, флюиды вообще насыщающие. Это как у вас проработано? Скажу вам. При обработке образуется газообразный азот, который полностью не растворим в воде, но растворим в нефти при определенном давлении. Я не об этом. У нефти при этом... Мы меняем температурный режим основательно. У нас сразу начинает выпадение АСПО. Это курс элементарный. Ну, да, есть такой момент, все, понял вас. Вы поняли? Ну, этот же процесс воздействия, в последующем же пласт возвращает свою температуру. При этом происходит потом декопрессионный выброс продуктов. Следовательно... А вообще испытания хоть какие-то были? На керне. На песчаниках были. Можете несколько слов сказать об оборудовании? Вот что надо изменить нам по сравнению с традиционным ГРП? Что будет наверху, какие трубы и так далее? Да. В данном случае будут применяться трубы ауфтинитного класса, криогенные насосы. Но мы планируем закупить криогенные насосы криостаровские, способные развивать высокое давление и достаточно объем прокачанного сжиженных этих газов. Вот разница в цене оборудования для вашего способа традиционно учтена в той таблице, где у вас было преимущество по... Нет, мы этого не учитывали, но... Это самое главное, наверное. Точнее, не то, что не учитывали, мы еще это не прорабатывали. Логистика всего этого дела, труднодоступные места. Вы сказали, основная проблема с водоподготовкой или доставкой воды. Как туда доставлять жиженный азот? Жиженный азот... Во-первых, это мембранные установки, которые производят жиженный азот непосредственно на месте и наполняют уже криогенные емкости. Отсутствие химреагентов также исключает проведение работ по доставке этих мешков, в общем, так сказать. Объем тех газов, которые требуются на один цикл? На один цикл требуется порядка от 16 до 20 метров кубических. Ну, это с учетом потери на испарение. Еще вопрос. А что же все-таки является продукцией проекта? Вы сказали, что будете продавать технологию, это будет сервис, то есть вы на своем оборудовании будете оказывать, либо как это будет происходить? Конечный продукт. Да, под эту технологию будет также разработано технологическое оборудование, и весь этот комплекс технологии, технологическое оборудование и программное обеспечение будет являться продуктом. То есть вы будете как сервисная компания? Еще раз. Как сервисная компания будет, если ваш бизнес нефтесервис. Скажите, пожалуйста, а закрепить трещину вы сможете потом пропант разместить? Или после вашего ГРП еще обычный ГРП лучше сделать? Здесь есть два аспекта. То есть проект находится на стадии неокр. Часть исследований мы уже провели, допустим, на обработках терна и на макетах скважинных испытаниях. Ну, на макетах скважин. Здесь существует такой процесс, что подвергается разрушению только та промороженная область. И подвергается она разрушению не только по напластованию, не только по горизонтальным трещинам, а также по вертикальным. То есть получается эффект необратимых деформаций. Коллеги, я прошу прощения, мы из графика выходим. Давайте очень короткие два последних вопроса и продолжим. Да, в продолжение инвесторских вопросов, если можно. А вообще, что позволит потом эту технологию закрепить за вами? Что помешает конкурентам, сервисным компаниям делать примерно то же самое, не спрошу вас разрешения? Все, я понял. На данную технологию в России у нас есть два патента, то есть формулы на саму технологию и на оборудование. А также поданы два патента, месяца четыре назад подали два патента дополнительно. Но вы считаете, что они достаточно вас защитят, да, и можно запретить другим людям отправлять скважину в 16 кубов жидкого азота с помощью патента? Коллеги, прошу прощения, давайте покороче выбиваемся из графика компании «Илмасоник». Салтыков Александр. Спасибо огромное. Коллеги, если еще кто-то захочет воды без газа, можете поднять руки, наши волонтеры принесут ему водички. Добрый день. Вашему вниманию предоставляется доклад на тему «Инновационная лидеросковая технология интенсификации добычи нефти». Одной из основных проблем на сегодняшний день является снижение дебита скважин. Специалисты связывают это в основном с выработкой старых месторождений. Однако анализ материалов энергетической стратегии показывает, что на многих месторождениях достигнутый коэффициент излечения нефти КИН составляет только 50-70% от проектного. Это говорит о больших перспективах для применения методов увеличения нефтеотдачи. Однако применение МУН приводит закономерно к увеличению себестоимости добычи. Обширность географии рынка применения методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи, а также рост их объема подтверждают актуальность данного проекта и его коммерческую перспективность. В настоящее время используется достаточно большое количество методов интенсификации. Это кислотная обработка, реперфорация, гидрозрыв хвоста и так далее. Предлагаемый нам проект технологии ультразвукового воздействия на пласт УЗВП за счет компактности применения малой энергоемкости, большой эффективности и благодаря нашим запонтентованным ноу-хау обеспечит существенное конкурентное преимущество перед существующими аналогичными технологиями. Ну, в частности, снижение себестоимости мероприятий для заказчиков в полтора раза. Наша команда имеет трехлетний опыт работы с ультразвуковым оборудованием на нефтяных скважинах, отработано несколько технологий с их применением и получены неплохими результатами. Этот опыт позволил нам понять проблемы и причины, почему ультразвуковая технология слабо внедряется в нефсесервисе. Для устранения этих проблем и причин мы разрабатываем комплекс ультразвукового воздействия на пласт, который обеспечит, во-первых, большую мощность излучения в радиальном направлении, позволяющую обрабатывать пласт в радиусе до трех метров, цилиндрическую волну излучения, которая обеспечивает реальную, а не декларируемую избирательность воздействия на пласт, что позволит снижить обводненность нефти как минимум на 10%, и корректировку режимов обработки в реальном масштабе времени, что позволит достичь успешности операции до 95%. Также в комплексе мы реализуем ответы на современные тренды. Это интеллектуальная скважина и открытость технологий и результатов обработки для заказчика. Коммерциализация проекта предполагает создание нефтесервисных компаний и предоставление услуг для нефтедобывающих компаний. Потребности финансирования, а также наше предложение инвесторам отражены на слайде. Предварительные оценки показали, что окупаемость вложения инвестора в наш проект произойдет порядка через 46 месяцев, где-то около 4 лет. Спасибо за внимание. Вы предлагаете оставить те же самые операционные свойства и просто брать скинг-фактор? Ну, принципиально, да. Спасибо. Основной вопрос. Как достигается увеличение мощности по сравнению с конкурентами? Значит, по сравнению с конкурентами работа происходит в, знаете, через НКТ. Значит, радиус скважинных приборов порядка 38-42 миллиметра. Поэтому у всех конкурентов, которые нам известны, излучение в регионном направлении достигается за счет создания отклоняющих поверхностей. За счет этого получается отклонение порядка 30, максимум 50% мощности излучения. Мы создаем прямое излучение в радиальном направлении и получаем волну близкую к цилиндрической. Поэтому получается большая мощность излучения. Изменение конфигурации волны вы считаете, что это существенно является одной мощностью? Нет, не изменение конфигурации волны, а изменение направления излучения. У аналогов происходит излучение основное по оси прибора. И они это излучение отклоняют в радиальном направлении. А мы непосредственно в радиальном направлении излучаем. Так мощность из-за чего увеличится? Я же объясняю, что вот здесь только 30% в радиальном направлении идет, а у нас 100% идет в радиальном направлении. А стимуляции сколько занимает на времени? Ну, то, что мы работы проводили со старыми ультозагонными приборами, там где-то час на одну точку мы работали. Сейчас, соответственно, мы будем работать с учетом использования геофизических приборов и будем корректировать время обработки в зависимости от результатов работы. А вот график можете пояснить, пожалуйста? Вот два скачка у вас. Да, здесь смотрите, скачок идет излучение скважинного прибора, здесь идет обсадная труба и цементирование участок. На каждой границе зоны, ну, это из учебника мы специально формулы привели, в любом учебнике их можно найти. Распространение ультразвука происходит скачком, то есть падение мощности, интенсивности. Здесь от нефти переходим, значит, на обсадную трубу с цементным камнем, а здесь от цементного камня уходим уже в пласт. А дальше уже более плавно идет по экспоненте, ну, здесь просто логарифмическая шкала, да, а дальше более плавно по экспоненте идет. То есть вот эта граница, она показывает минимальную мощность, которая дает эффект при обработке скважины. То есть если существующие приборы фактически работают где-то очень близко к метру и дальше не работают, да, мы создаем мощность до 10 ватт на сантиметр квадратный, ну, интенсивность мощности, и, соответственно, можем работать там 2,5-3 метра, глубину пласта. Как я понимаю, вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо вам. Приглашается компания, опять не компания, институт горного дела Сибирского отделения Академии наук, Андрей Савченко. Здравствуйте, меня зовут Савченко Андрей, я представляю институт горного дела Новосибирска, и мы занимаемся созданием скважиной волновой технологии повышения нефтеотдачи пластов. Присуществующие технологии добычи нефти от 40 до 60 процентов остается в пласте, излечь ее невозможно. Было замечено значительное увеличение нефтеотдачи после землетрясения и поведения мощных взрывов. Но это очень кратковременный процесс, поэтому возникла такая задача сделать это воздействие более продолжительным, либо постоянным. И поэтому нами предлагаются технологии сетмической стимуляции добычи нефти, которая позволяет охватить более 60 процентов всех добывающих скважин. Скважины и гидроударные генераторы размещаются на глубине залегания продуктивного пласта. Для создания импульса давления используется энергия столба жидкости, заполняющего скважину, и дальше возникающая при этом сила при помощи гидравлических и механических волноводов передается в продуктивный пласт. Наиболее эффективными для чистки призабойной зоны являются знакопеременные импульсы давления, а сейсмические импульсы распространяются на большие расстояния в пласте, на не зарегистрированном до полутора километров от скважины излучения. Расчетная схема и характеристики приедены на рисунке слева. Промышленные испытания. Скважины и генераторы импульсов изготавливались опытной партией на заводах нефтяного машиностроения и испытывались на нефтяных площадках. Вот результаты приедены на слайде. То есть выбран участок 3,5-5,5 километров, в центре обозначена звездочкой установка этого источника, и положительно отреагировавшие скважины обозначены красными кружками. Размер кружка показывает объем дополнительно добытой нефти. Также приеден сейсмический импульс, зарегистрированный в пласте. На расстоянии измеряли до полутора километров от этого источника. На рисунке справа на слайде показаны снижение динамических уровней вверху по скважинам и снижение обводненности на рисунке справа внизу. Наиболее отреагировали те скважины, в которых были установлены эти источники. То есть по контрольным замерам было дополнительно добыто около 13 тысяч тонн нефти, и вот в скважинах, в которых были установлены источники, снижение обводненности на 13-20%. Существующие методы мы превосходим по энергии воздействия на рисунке справа. То есть преимуществами нашего метода является то, что скважину не нужно выводить из эксплуатации, он настроен насос, он продолжает откачивать нефть и проводить обработку пласта. Мы производим комплексную обработку как при забойной зоне, так и воздействии на пласт. И, соответственно, возможность внедрения на постоянной основе, так как в качестве использования, в качестве замены стандартного штангового насоса. Основные потребители являются нефтяные и добывающие компании, сервисные компании, а также производители нефтяного оборудования. Соответственно, получение прибыли планируется за счет дополнительной добычи нефти и продажи оборудования. У нас имеется команда. Это научно-технологический отдел, конструкторский отдел и отдел наладки и установки. Это молодые ребята, которые есть по промыслам и производят шеф-монтаж этого оборудования. Соответственно, требуются инвестиции в районе 35 миллионов рублей. Инвестиции нужны для запуска серийного производства и развертывания системы продаж. Стоимость одного генератора в районе 200 тысяч рублей, и в ближайший год мы готовы выпустить до 100 единиц этого оборудования. Спасибо за внимание. У меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. Частота генератора варьируется или постоянно? Частота генератора, это импульс на генератора, варьируется, то есть идет от, скажем, от одного до семи импульсов в минуту. Чтобы охватить такую область, приходится переходить на низкочастотное излучение. Да, то есть вот... Вы проверяли эффект воздействия разу частот на пластмах. Да, на стендовых испытаниях. То есть на стендовых, потому что опытная работа и не удается воздействовать, здесь, скажем. То есть это здесь от технологии добычи. Сколько может, такую частоту может быть ваш генератор? Диафазон большой. Считается, вот для воздействия на пласт сейсмическим методом, это около 10-15 Гц. То есть больше не имеет смысла. Ваш генератор дает это? Да. У вас основной генератор составляет генератор? Ну, конечно. Технология здесь, понимаете, система излучения. То есть мы раньше, наш институт занимался воздействием с поверхности, наземным виброисточникам, но огромное затухание, поэтому перешли на такие системы, на мощные. Рабочий, флюид, то есть. Скажите, пожалуйста, по времени сколько проводились испытания? Испытания здесь проводились, вот скажу, что генератор работает до полугода, то есть мы испытывали его. Вот последних там 3 месяца, потому что просто наблюдение уже не на компании снимали, то есть постоянно мониторинг. А вот первый график, где кружками, там, по-моему, полугода и проводилось как раз максимально, то есть наблюдение за складами. И постоянно было увеличение отдачи, да? Да, потому что даже по наземным источникам после того, как превращается это воздействие, идет плавный спад. То есть, ну, это вот как и после любых эффектов сейсмического воздействия. То есть в течение двух месяцев он плавно снижается. Вот в чем уникальность? Много компаний занимаются этой технологией. В чем уникальность? Уникальность, во-первых, что у нас объемное воздействие на пласт, объемное, на большое расстояние, до полутора километров у нас распространение сейсмического импульса. И скважина реагирует в этом диапазоне. И скважину мы не выводим из эксплуатации. Она продолжает качать нефть и проводить обработку. То есть, так, пласта и призабойной зоны. Вот результаты тоже есть. Есть требования какой-то вводимого потребителя? Ну, вязкость может сказаться, конечно. Вязкость и некоторые мехпринеси. Ну, в принципе, это стандартно для штангового насоса. Глубинного устраивает вполне. А за счет чего снижается обводненность и на сколько процентов? Ну, я же сказал, тут на слайде было приведено, да, вот. Ну, вообще, скажем, сейчас секундочку покажу. То есть, вот видно здесь на графике внизу, да, вот, в каких были скважинах установлены генераторы, было значительно до 20% снижение, вот в который стоял генератор. Но остальные, мы видим, около 5% давали снижение. Ну, ни кинокомпаниям, наверное, вы лучше меня знаете, что 5% могут отнести к погрешности, поэтому здесь привели как раз, которые хорошо отреагировали скважины. Ахмическое воздействие. То есть, любые процессы растворения фильтрации ускоряются при волновом воздействии. Ну, когда что-то встряхнули, да, то есть, фильтрация улучшается. Также изменение пара интертрещин существующих. То есть, если мощный источник газирования работал раньше, то пара интертрещин, то есть, его зазор менялся. То есть, соответственно, вот физика процесса действует ускорение фильтрационного процесса. Очистка призабойной зоны. Последний вопрос, пожалуйста. Проводили анализ. Могли скважины реагировать не по причине воздействия вашей установки, а по каким-то другим. То есть, на них мероприятия делались и так далее. Нет, мы... То есть, как вы отделяете ваш эффект от эффекта других процессов? Да, конечно. То есть, мы это обязательно оговаривали. То есть, мы стабилизировали закачку на этом участке. Мы старались выбирать там, где до этого не проводились какие-то методы и в течение периода испытания, чтобы их не проводились. То есть, ну, конечно, были случаи, когда... Андрей, подойми. Хорошо. Короче, вопрос можно еще? А вот результаты опубликованы где-то вот эти? Можно ознакомиться? Конечно, да. Ну, во-первых, у меня, значит, на кандидатская работа на этих результатах и ряд статей, то есть, монографии есть. Можете ознакомиться. Я думаю, вы сможете пообщаться после сессии, да, и поделиться всеми контактами материала. Спасибо большое. Андрей, спасибо. Следующая компания в Вумхолл-снедрение. Олег Журавлев. Здравствуйте. Я представляю компанию Вумхолл-снедрение, и я расскажу вам о системах заканчивания и мониторинга скважин, основной целью которых является увеличение извлечения нефти, коэффициент извлечения нефти, и, в принципе, это достаточно сложная задача. Здесь мы сконцентрировались на оптимизации заканчивания и на более правильной и оптимальной выработке запасов, выработке резервуара. То есть, вы знаете, что используется устройство контроля притока, которое, в принципе, выравнивает профиль притока по длине скважины. В основном это используется в горизонтальных скважинах. Мы использовали этот же принцип и в вертикальных скважинах. Я расскажу немного позже. Опять-таки, но использовали достаточно нестандартный подход. Это вот то, как это выглядит. И сейчас я как раз расскажу немного о полностью всем проекте. То есть, повышение нефтеотдачи или повышение коэффициента извлечения нефти можно добиваться многими способами. Мы сконцентрировались именно на заканчивании скважин, на оптимальном заканчивании скважин. Соответственно, хотелось бы, чтобы после того, как оборудование спустили в скважину, можно было бы что-то менять с устью скважины, менять режимы добычи. Но это оказалось очень сложной задачей. Мы разбили ее на несколько этапов, каждый из которых приводил к коммерческому результату, к коммерческой технологии, к коммерческому продукту. Первое ICD, первое устройство контроля притока, которое мы сделали, оно уже отличается от того, что существует в мире. Мы это внедрили, мы это испытали. Испытали также систему, которая контролирует расход газа. Большая проблема в нефтедобывающих скважинах, когда идет прорыв газа. В пятке, например, скважину приходится глушить, скважина работает только на газ, остальной интервал не работает. Здесь полностью это исключается. Мы это испытали в уникальных условиях. В работающую скважину, которая работала 50 лет, спустили оборудование, мгновенно получили эффект. В течение года скважина работала, и газовый фактор при неизменном дебете нефти газ уменьшился, газовый фактор уменьшился. Опять-таки, следующий этап, то, что я до этого рассказывал, это пассивные устройства контроля притока, которые, в принципе, обычно используются. Их нельзя никак поменять после того, как их установили скважину. Система, в принципе, очень негибкая. Изменяются условия добычи, изменяются условия призабойной зоны. Хотелось бы что-то поменять. Опять-таки, и посмотреть, что там на самом деле есть. Вот для этого сейчас, опять-таки, сделано, испытано, промышленные лабораторные испытания полностью прошли. Адаптивная система контроля притока, которая самостоятельно подстраивается под изменившиеся условия добычи. То есть, если идет расход больше, она автоматически зажимает. Если идет расход меньше, она открывает эту зону, дает больше депрессию. Это, повторяю, в динамике. И плюс еще расходомер, внутренний скважинный расходомер, который позволяет оценить приток именно по стволу скважины. 30 секунд. Опять-таки, то, что сейчас в этом, то, что сейчас в разработке, это, в принципе, это вот то, что было сделано, разработки, как бы, именно устройств контроля притока. Это расходомер. И то, что сейчас работаем, опять-таки, то, как я говорил, то, что мы использовали, следующий этап этого проекта, это хотелось бы управлять не только с давлением с устья скважины, но еще каким-то управляющим сигналом. Все, Олег, спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вы меня извините, это выглядит не как рассмотрение стартапа, как реклама компании Warm Holes. Наверное, у моих коллег такое же впечатление сложилось. Вы не сказали ничего инновационного. То есть, зачем вообще это выступление в таком формате? Я не понимаю. Опять-таки, инновационное то, что здесь, как бы, мы делаем, мы, в принципе, да, существовали до этого. Мы вынесли наш проект именно по разработке и по доведению, по испытаниям, по доработке адаптивной системы в рамках Сколково. Эта система, опять-таки, уникальная. Ее, как бы, никто подобные вещи не делает в мире. И, в принципе, уникальное, как бы, исследование, испытание. Здесь, чтобы осуществить, например, вот этот проект, необходимы, например, какие-то дополнительные ресурсы, которые мы можем, именно информационные ресурсы, либо какие-то еще, для того, чтобы дальше пойти. То есть, вы просите деньги на то, чтобы… Нет, мы используем структуру Сколково для того, чтобы… Я и говорю реклама, поэтому… Ну, смотрите, коллеги, я поясню, в конкурсах допускались проекты не только те, которым нужны деньги и инвесторы, а те, которым нужна какая-то нематериальная поддержка, в том числе маркетинг. Это нормально. Ну, здесь не только маркетинг. Например, сейчас мы договариваемся с участниками Сколково для того, чтобы двигаться дальше по этому проекту. Одних, как бы, нас здесь не хватает. Плюс мы работаем с другими участниками Сколково, опять-таки, по оптоволокну. Так как вам не удалось закончить, что инновационно нового по сравнению с известными в мире системами, которые в том числе в России применяются? Что нового? Опять-таки, то, что я говорил по контролю газа, то, чтобы нефть проходила, газ останавливался, это инновационная вещь, которая никогда не была сделана. В принципе, обычно это наоборот. Если вы настраиваете устройство под добычу нефти, газ там свистит на ура. Плюс здесь еще, например, то, что система подстраивается автоматически под условия добычи. То есть здесь, опять-таки, она нестабильная. Вот вы спустили, вы не можете ее поменять, она здесь сама может как бы меняться. Плюс еще здесь, как повторное заканчивание, может использоваться, когда уже работает скважина. Это идет как капремонт. Либо ее глушить, либо делать как бы повторное заканчивание. Еще вопросы будут? В чем заключается ваш текущий интерес? Текущий интерес, вы имеете в виду данного проекта. Сейчас мы ищем, опять-таки, партнеров для того, чтобы продвинуться дальше по именно управлению этих систем в скважине. То есть здесь, да, это включает как, может быть, эти финансирования. Это включает и какие-то партнерские отношения с участниками Сколково, именно как инфраструктура, именно как экосистема. Олег, спасибо. Я начну пока. Добрый день, меня зовут Сергей Шумилин, я представляю компанию Petroleum Technology и наш проект «Многофазный расходомер ДИП». Как известно, существует проблема измерения расхода жидкости, поступающей из нефтяной скважины, потому что она не является нефтью в чистом виде, а представляет собой смесь газа, нефти и воды. Мы сделали расходомер, который как раз может измерять объемный расход газа, нефти или нефтяного конденсата, воды, ну и, соответственно, мы можем вычислять объемную долю воды и газовый фактор. Вот в таком виде вы получаете на выходе графики, то есть вы получаете данные по расходу в кубометрах в секунду. Вы ежесекунду знаете, что происходит с вашей скважиной. Таким образом, вы можете следить за тем, как у вас работает центробежный насос, как у вас работает штанговый насос, приезжал ли оператор делать отбор проб или нет. Если параллельно работает сепаратор или ГЗУ, то вы, соответственно, можете смотреть режим работы этого ГЗУ и так далее. Наше преимущество это высокая точность, измерение в режиме онлайн, не требуется отбор проб, не требуется постоянный доступ персонала на нашем расходомере, не требуется врезка в трубопровод. Здесь вы видите фотографию с наших испытаний в республике Коми. Что мы делаем? Мы закрепляем на трубопроводе датчик вибрации или акселерометр и снимаем показания о вибрации трубопровода. Все вибрации мы раскладываем дальше на амплитуды и частоты и выбираем амплитуды и частоты, соответствующие газу, соответствующие нефти и соответствующие воде. Затем производим математический расчет и получаем объемный расход по каждой из фаз. Небольшой размер контроллера, шкаф управления, так называемый, он 20 на 30 на 50 сантиметров примерно. В таком виде вы получаете выходные параметры. Вы можете также сюда добавить данные по давлению, температуру для наглядности. Цена аналогов. Это всем известные сепараторы или ГЗУ. Порядка 300 тысяч долларов за ГЗУ, оборудованную к реализовым расходомерам, влагомерам и так далее. Или бессепарационный расходомер для одной скважины. И наш расходомер стоимостью от 10 тысяч долларов. Потому что его также можно дополнительно оборудовать датчиками давления, температуры и так далее. Мировой рынок это порядка миллиона скважин. В мире многофазными расходомерами оборудовано менее полупроцента. Соответственно, 10 миллиардов долларов. В России это где-то 150 тысяч скважин. Пропорционально. Что мы имеем сейчас в активе? Эти интеллектуальные собственности, одна заявка PCT, 7 патентов в России. Это работающий продукт, который сейчас работает через сервер и клиентское приложение. И через 2 недели у нас будет готова интеграция в систему SCADA по Modbus. Соответственно, как альтернативный продукт. Мы провели испытания на 3 стендах и на 12 скважинах в 7 нефтяных компаниях, включая испытания на газоконденсатной скважине. Все испытания проводились в России и в Канаде. Наша команда Владимир Шумилин, 10 лет опыта и разработчик многофазного расходомера. Я Сергей Шумилин, руководитель проекта. Что нам не требуется? Нам не требуется какой-то R&D для доработки именно этого продукта. Нам не требуется производство, потому что все комплектующие мы покупаем готовые, затем просто отверточная сборка и готовый продукт. И нам не нужны просто деньги. Нам нужны партнеры. Партнеры, которые смогут нам помочь продвинуть на сложном российском нефтяном рынке нашу технологию. Потому что, например, канадский и американский рынок оказываются более открытым для новых технологий, чем российский. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей. Вопросы, пожалуйста. Сергей, а с добывающих скважин вы меряете, а в нагнетательных? Ну, то же самое будет. То есть, как бы нашему расходомеру все равно мерить. Он видит вибрации, поэтому поток проходит в одну или в другую сторону. А настройки на другие составляющие? Допустим, мне надо определить процент полимера в водном растворе. Здесь как раз нужен небольшой R&D для того, чтобы понять, какие амплитуды и частоты соответствуют именно полимеру. То есть, мы подобрали именно то, что соответствует воде в соответствии с вязкостью, плотностью, другими характеристиками. То, что соответствует нефти. То есть, здесь каждый из средств ведет себя отдельно. Точность и погрешность? Точность по испытаниям в всероссийском нейросходометрии 2%, плюс-минус 2%. И сейчас, ну, как бы, все клиенты, просят нас сравнить с сепараторами, например, с вертушками. Но вот относительно вертушки не более 4% у нас отклонения. Это в поле. А скажите, пожалуйста, а подстройка под конкретную нефть какая-то требуется? То есть, его переставляешь на любую трубу, на любую скважную в мире и ты можешь достраивать? Да. У нас есть процесс калибровки. Мы сопоставляем с данными сепаратора и подстраиваемся под конкретную нефть и под конкретный трубопровод, потому что каждый трубопровод шумит по-разному в зависимости от грунта, от типа обвязки. Соответственно, здесь могут амплитуды и частоты уходить, и нам их нужно переставлять в нужное русло. А сколько тогда стоит донастроить? То есть, это сервис какой-то должен? Настрой. Вы можете взять, например, АСМА, ТЭЙ, или любой другой передвижной расходомер, подогнать его на 4-6 часов и просто сопоставить данные. То есть, в принципе, один день работы порядка 50... Диапазон замерной установки от 3 кубов в сутки до... Нашего расходомера иметь в виду? Да, вашего. У нас вообще математическая модель, она не предусматривает ограничений. То есть, например, мы испытывали на газоконденсатной скважине, где было 99,5% газа и там 0,15% воды, 0,35% газового конденсата. В принципе, эти все были видны. Не в соотношении флюидов, а именно по расходу. То есть, малодебетные скважины, высокодебетные скважины. Из того, что... От скольки кубов в сутки меряете до скольки? В кубометрах вот минимальный порог не могу сказать, это примерно 3 мм в секунду, то, что мы испытывали на стенде. И максимум это было 100 кубометров в час. То есть, достаточно широкий диапазон. Какие-то температурные ограничения есть в работе? Температурных ограничений на данный момент не выявлено, потому что, опять же, если рассматривать математическую модель, то в ней нет ограничений для распространения звука в зависимости от температуры. То есть, ну, например, трубы оркестровой, которая шумит и зимой в минус 40, и в плюс 40. Здесь как бы аналогичная технология. Но мы используем давление и температуру, например, если вам требуется пересчет приведения газа к нормальному условию. Спасибо. Следующая компания «Инотех» Александр Чалов. Здравствуйте. Я Чалов Александр. Я представляю компанию «Инотех». Мы развиваем проект производства полевого варианта высокоточного абсолютного гравиметра для рынков геоголоразведки, геологии и геодезии. Наш проект направлен на решение задач разведки месторождений, сокращение операционных затрат на эксплуатацию месторождений и уменьшение техногенной нагрузки на природу в местах добычи углеводородов. Наш гравиметр размеряет абсолютное значение силы тяжести в полевых условиях, что позволяет получать данные о плотностях залегаемых пород в глубине, контурах месторождений и их запасах. С помощью предлагаемого оборудования решаются задачи недорогого и экологичного мониторинга добычи и состояния недр, построение динамической модели месторождения, оценок параметров извлекаемости и оптимизация процесса разработки месторождения. Важно, что высокая точность получаемых данных позволяет соградить число необходимых геоголазведочных скважин, каждая из которых стоит, начиная от миллиона долларов и выше, там до 5-10 бывает. Несмотря на то, что первые месторождения углеводородов были открыты с помощью гравиметрии, основной сегодня применяемый метод... Александр, вы не забываете презентацию листать? Или это у вас все к одному слайду? Основной метод, который сегодня применяется, это сейсморазведка. Дело в том, что гравиметрия пока не потерпела столько же революционных изменений, как сейсмология. Последние исследования специалистов, однако, показывают, что достоверность данных при совмещении гравиметрии и сейсморазведки может достигать 100% по прогнозу параметров месторождения. Проблемы гравиметрических методов упираются в то, что в полевых условиях используются относительные гравиметры, которые отличаются от абсолютных тем, что регистрируют только изменения силы тяжести. Их возможности ограничены неравномерностью шкал, дрейфом нуля и недостаточной точностью эталонирования. Как правило, они калибруются на гравиметрических полигонах, далее перемещаются в места проведения измерений. Соответственно, чем дальше место проведения измерений и больше времени прошло с момента калибровки, тем больше ошибки. Особенно это сказывается в местах, где сшивка данных идет на площадях, измерения которых проведены в разное время или вообще в разные сезоны. Появление абсолютных баллистических гравиметров не только в десятки раз повысило достоверность результата в съемке, но и успешно решило проблему сшивки карт соседних участков. Однако такие гравиметры существуют в основном в лаборатории, достаточно громоздкие и требуют квалифицированного персонала. Стоит вопрос о полевом варианте такого гравиметра. Мы сделали действующий прибор абсолютного гравиметра на основе двух запатентованных инновационных решений, где используем два метрологических стандарта и уникальную систему выставления вертикали. Единственный имеющийся на мировом рынке конкурентный абсолютный полевой гравиметр это фирмы Майк Рожелла Кост Канада имеет в три раза меньшую чувствительность, худшую воспроизводимость, в два раза больший вес и большую стоимость. Наша бизнес-модель серийное производство, продажа оборудования и его обслуживание. В настоящий момент проект имеет статус выполненных исследовательских работ, сделанной разработки действующего образца, который прошел испытание в различных полевых условиях и получены два российских патента. Применение нашего прибора в комплексе инновационных мероприятий на одном из месторождений «Газпромдобыча Ямбург» дало экономический эффект 70 миллионов долларов. Наш прибор выставлен и отмечен дипломом 10-го международного салона инноваций и инвестиций, а также медалью 12-го международного форума высокие технологии 21-го века в СВК-экспоцентр. Мы ищем 1 миллион долларов инвестиций для создания промышленной технологии и начала серийного выпуска прибора. Эта сумма выведет нас на этап продаж серийного оборудования и выход на прибыльность. Наша стратегия запуск серийного производства, выход на рынок поиск стратегического инвестора. Мы благодарны организаторам за возможность выступить на этом представительном форуме. Надеемся встретить здесь партнеров, клиентов и спонсоров, ой, инвесторов. Спасибо, Александр. Вопрос, пожалуйста. Да, вот у меня вопрос. Знаете, ну что касается, вы хорошо рассказали про конкурентные преимущества. Я не сомневаюсь, что и команда адекватна, просто реализуем тоже проект. А для кого вы это делаете? Есть ли у вас какие-то целевые такие компании, которые планируете хотя бы в России, потому что методы другие, чем сейсмика? Комплектирование где-то сейчас применяется, конечно, очень мало. То есть думали вы, на каких рынках вы это будете применять? Работает у вас бизнес-модель и прибыль? В первую очередь, конечно, этот прибор нужен, ну как мы считаем, нужен. И он использовался вот в комплексе мероприятий, на этом месторождении с сервисными компаниями. То есть в первую очередь, это, конечно, сервисные компании, потом геологоразведочные службы нефтегазовых компаний. Я считаю, что государство тоже стоит обратить на это внимание, потому что мониторинг выработки в реальном времени, по сути дела, месторождения, это для государства как бы немаловажная вещь, но пока это считается, видимо, не необходимым. Для поиска, конечно, тоже, да, геологоразведка, это очень важно. Но, видите, в геологоразведке это пользуется... Александр, можно кратко просто ответить, а сколько вы их сможете продать, как вы думаете? Вот смотрите, применение одного прибора на одном месторождении дало экономический эффект 2 миллиарда рублей. постоянно нужен. Дело в том, что он нужен именно в мониторинге. Дело в том, что мы видим путем измерения абсолютного значения силы тяжести, мы видим изменение силы тяжести в процессе выработки месторождений, и мы их сопоставляем с расходом, который идет со скважины. Соответственно, мы можем поставив несколько точек по абсолютным значениям на месторождении и пользуясь дополнительно уже относительными более дешевыми гравиметрами полностью мониторить движение пластовых вод, заполнение полостей, видеть, в каких местах следует делать новые скважины, в каких это не нужно делать. Здесь очень большая экономия. Вопросы еще будут? Александр, спасибо. Сейчас у нас будет выступать последняя компания в сессии в части разведки и добычи. У меня просьба к членам жюри проверить, что у вас все заполнено, по первым 11 компаниям подписано. Как только выступит последняя компания, мы у вас пройдем, заберем оценочные листы. Значит, приглашается компания «Формула добычи». Добрый день, я представляю перскую компанию, мы производим наши разработки и оборудование одновременно раздельной добычи из двух залежей и одним насосом. Значит, я с собой взял журнал инженерной практики показать по актуальности данного вопроса то, что все сейчас российские компании занимаются данной тематикой. применение оборудования позволяет сократить объемы бурения скважины, увлекать в разработку залежи низкопродуктивные, бурение на которых отдельный скважин нерентабельно. В чем особенность нашей технологии? Технология однолифтовая, применяется любой насос, можно газлифт, можно фонтанным способом эксплуатировать скважину. Значит, известные установки с клапаном-отсекателем испытывались, но я не знаю, они вышли где-то на промышленное применение, насколько мне известно, еще нет. Мы пошли по пути не использовать какой-то кабель, гидравлические трубки для передачи сигнала, почему бы не использовать сам ствол скважины как канал передачи гидравлического сигнала управлением клапаном-отсекателем. Клапан-отсекателем мы сделали по механизму фиксации по принципу работы авторучки. Все очень просто, то есть при первом нажатии происходит закрытие нижней залежи, при втором нажатии мы открываем нижнюю залежь. Нажатие происходит закачка через затронное пространство какого-то объема воды, нефти или азотным компрессором можно надавить. Закрыв нижнюю залежь проводим испытания верхней и сумму вычитаем, получаем параметры работы нижней залежи. Есть требования геологов-разработчиков на то, что забойное давление для каждой залежи должно быть индивидуально. Для этого мы применили регулятор перепада давления, тоже считаем оригинальной конструкцией, мы ушли применение штуцеров различных. Перед спуском спускается значит усилие настраивается усилие пружины и эта компоновка спускается в скважину. Можно автономно, можно на хвостовике насоса. Значит, если необходимо по нижней залежи 8 мегапаскалей, по верхней 5, допустим, мы на 30 атмосфер настраиваем клапан и спускаем скважину. Если мы разместим манометры, значит, появляется возможность исследовать, проводить все комплексы гидрометических исследований. По сути дела интеллектуальная скважина. Если нужно прижать верхнюю залежь, переносим узел коричневым цветом, значит, показано, наверх, по нижней залежи может быть полнопроходное сечение или использоваться, управляться также с устья. Здесь динамика используется, нужно закачать какой-то, задать расход. И за счет дросселя тоже произойдет закрытие управления либо нижней залежи, либо верхней залежи отдельно. Значит, мы провели испытания в Оритек, значит, я скажу, что в очень таких жестких условиях первой установки в прошлом году. Значит, вязкость нефти была порядка 70 сантепуаз, были парафины и так далее, осложнения. Вот показано, Башкирсказали, что порядка трех кубов дает, вместе дают они порядка 14 кубов. То есть задача РЭЭ была решена. Значит, вот показан акт испытаний. По экономической составляющей, знаю, в Западной Сибири здесь миллионы спускали скважину установку, которые благополучно застряли, не знали, как ее достать. Здесь гораздо все проще, элементарнее, стоимость гораздо меньше. Да, есть эксплуатационные затраты на управление клапаном-всекателем, но они незначительны. Значит, сравнение с применяемым оборудованием двухлифтовое, показано по центру, и слева это полыми штангами. Значит, мы говорим, что наше оборудование можно спускать в скважины малого диаметра, значит, на глубины больше двух километров. Газовый фактор, высокое газосодержание нам не помеха, ничего не мешает движению газа. Асфальто-смолопорфинистые отложения тоже не проблема. Значит, и самое главное преимущество, если даже узел вышел из строя, его нет необходимости преждевременно поднимать из скважины. Значит, мы показали наше решение в Приволжской секции ЦК Роснедра, значит, тоже получили одобрение. Ну и выводы заключения. Значит, мы, есть команда, мы готовы, куча идей есть, нам нужно только одно, нужны скважины, нам нужны объемы. Андрей, спасибо. А вопрос, пожалуйста. А можно использовать данную установку при эксплуатации ЭЦНом? Да, можно использовать ЭЦНом. Рассматриваются два варианта, вот мы сейчас обсуждаем с одной компанией, либо специальный кожух применить, сделать это подвесной на ЭЦН, либо можно разместить эту установку автономно. Это мы в Ханты-Мансийском сейчас обсуждаем установку, вот показан как раз ЭЦН вверху, вот такая компоновка. На какой срок службы вы рассчитываете? Значит, срок службы, значит, все там элементарно просто, минимум железа, гораздо больше, чем срок службы насоса. На пружина? Да, ничего сложного, то есть там требуется рассчитанность... На пружины обычно ломаются или там засломываются. Рассчитано на тысячи переключений, а вот мы переключаем там раз в два месяца достаточно переключить. И еще хотим попробовать это для одновременно раздельной закачки. Перевернуть этот узел. Ну и кому будете продавать, или что вы с этим собираетесь делать? Мы продаем всем нефтекомпания, нам хочется, чтобы нас услышали, чтобы нас увидели. Значит, делаем первые шаги, по сути дела. спасибо. Вопросов, видимо, больше нет. Андрей, спасибо. На этом первая половина нефтегазовой сессии закончилась. Перерыв 5 минут. Большая просьба через 5 минут всем собраться, уже быть на месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...